пока вроде никого не подбивали бараком многое зависит от артефакт артефакта который из мага выпадет и это хрустальный шар а тут x понятненько а мы знаем что тут эксп интересно или нет sonic даже не использовал хрустальный шар хотя как раз именно он мог да отличный тайминг видим экспант пытается sonic как можно быстрее закрепить шахту свою должен виспов брать ставить там x и смещаться в сторону харасса бедная варька как же не тяжело вытанковывать троллей под под бладластом очень тяжело и сетка ну естественно варя чуть-чуть не 3 тут не рубка ой 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 с одной стороны не хочется с анденом 222 играть но его можно харассить на такой карте особенно через варден пытается обойти но этот шаг видите как контролец андет тоже обходит а из другой стороны ты должен еще защищать свой экспант и они разминулись нет да нет я sonic играется и фова правильно играет войска вступили в бой забегает он дед не хватает только виспа здесь в этой теме и просто серьезно сразу отменяет экспо sonic второй кинжал теряет роля что что происходит дека должен уходить на персоналке пошла нычка варя не сразу побежала за декой как же не доконтроливает этот и другой кстати можно успеть он же тикнет может не хватит 40 30 не не хватит и лайф говорит и лайф 9 и нет-нет-нет-нет-нет-нет тик последний а а статус то был как будто еще есть яд но он не тикнул как так мне показалось что что должен был хоть черт красиво love industrial в чатике пишет что это к чему вопрос ты мне любопытно ты спрашиваешь что на экране это варкафт или что это за игра или или что например за предмет на земле не жить и быстрее же отхил еще сауны так это понятно вопрос у меня был в другом в том что вроде как статус был атика последнего не было попытается варька сейчас ворваться и рыцаря вступили в бой лечится дк эх правильный некрополь на экспе а потому что варя как раз может очень хорошо и постоянно хорастик экономику еще один койл грамотно спасает пошла персонал очка упал таки околит наверху это два значительно раньше финды с двух склепов причем финды такое впечатление что он собирается просто сразу выходить в в нормальный лимит или он подстраивать финдов чтобы отбиваться лучше от харасса черт его знает эльфийская база значительно позже кого увидел того и атакует попала под удар гуля дальше околит но sonic молодец старается стала старается хораст а минус тп я правда здесь будет или нет просветки просветки нет тогда может успеть откатиться нет купил просветку магазине естественно телепортируется sonic но он при этом еще закрепил мурлоков сейчас наверное на marketplace побежит тоже крепится варя у него одним делом занята армия другим пара лорниц апгрейд на третий тир и ну и криппинг здесь четвертая варька будет сто процентов и возможно с хорошим артефактом чуть не перебил регенерацию грамотно отвел варенку потому что подходил огру и и он мог но нанести просто удар не по дереву полезная книга плюс 25 кп и выпадает шикарный эликсир маны sonic он интересно насколько хорошо вступили в бой sonic умеет играть в два в два в спорте фан-деда вроде харасит хорошо жалко правда что телепорт не купил своему соло герою и побежал харасить это х и может просто очень плохо кончится опять же грамотно sonic второго героя тут же отъедает магазин при этом постоянно харасит противника это классическая эльфийская тема особенно через скачанную варден ты можешь навязывать противнику свою 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 игру продал реплажмент поушин учитывая то что у него хп нет могу пропить час пойти например черепашек подрезать а вот череп заклятой это для криппинга он взял или сейчас будет выход из лимита со стороны террора не не будет выход из лимита панда крепится до 3-го тут появляется первое медведи доделывается апгрейд на т3 пошли грейды 1 1 атака защита варя продолжает домогаться до адыки возможно ей стоило но с другой стороны здесь все прикрыто как видите ой террор до сих пор не заметил что у него тут самая калит помните когда он с варькой здесь разбирался что у него калит не достроен его сложно увидеть из-за горочки из-за того что калит на 12-часовой принимаются ставки сколько террор бой не будет видеть но не будет восстанавливать еще этого калита i want to click хорош а он 50 лимита держит корсей разве не пожалуйста боиска вступили в бой вообще-то а калит умер где-то на лимите 40 наверное да дождите одну я должен как бы про это самое если вы вспомните когда калит этот умер это было в начале игры когда только-только экспант ставился 50 лимита держит видимо это он и есть вычислили хорошо варька приходит ну сейчас он без лимита и все равно не отстраивает так что видимо версия все-таки не очень рабочая на город войска вступили в бой телепорт надо наверное сразу телепортироваться не стоит тут размениваться больше унитов потеряешь в тролля влетела и новый фокус и в конце еще койл хотя он умирал просто так финды и 2 грейд на атаку соника можно понять у него огромное количество на руках денег он вышел фаст химер против масс финдов черт его знает зачем правда я не могу понять вообще никак не могу понять зачем он это сделал спасибо большое я буду в стиле хэббича пытаться по крайней мере быть как император видимо соник будет вынужден просто отдать свой экспант потому что очевидность телепортироваться и навязать сражение он сейчас не может да ладно серьезно хочешь но без телепорт был странным потому что базового на тот момент уже было не спасти к сожалению надежда на то чтобы подрезать юнитов каких-нибудь но в результате размен т.п. на т.п. еще минус экспант террор правда не знаю что там химеры делаются но это очень странная тема но как можно против пушев если тебя пушат с финдами а ты идешь в маски маски мер то есть это максимально долгий и максимально неподходящий юнит то есть медведями от подбивались бы с мг бы подбивались ох но зато сейчас сдувает всех околитов ушатывает скорее всего шахту телепорт у нас есть слава богу панды телепортируйте сразу чего телепортируем селепортируемся очень медленно конечно сейчас мы медведя потеряет из-за того что телепорт поздно нет успел молодец но все равно ни к чему этот был риск конечно ой 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 и идет он собирается на мэйн прилететь с сиджем химерками пострелять а три атаки у пауков уже просто химеры химеры ладно sonic восстанавливает постепенно базу химеры могут зайти внезапно потому что террор видимо вынужден отыгрывать пассивно либо ну сейчас да он особо выйти не может с базы сейчас рык и может быть сразу в мэйн тыкнуть или шахта или мэйн рык и в шахту полетел хорош не не в шахту в зигурат лениво подходит панда террор сейчас в шоке потому что ну как так то ножи дыхание ох минус пять околитов и есть телепорт минус мэйн телепорт пишем гг выходим 2-2 я не понимаю что происходит фас химеры против андеда он еще шахту заберет сейчас шахту заберет только после этого стпшится ну все sonic sonic чемпион у химеры есть плюс он заключается в том что если уже ты дожил до ситуации когда у тебя там пять пять плюс шесть плюс химер и особенно когда уже есть более менее прокаченные герои то финды уже начинают пасовать там ножи дыхание не дай бог ультимейт плюс сплэш это не значит что надо сейчас лезть и сражаться в лоб по прежнему у соника есть возможность а подождите там вообще ничего там нет денег и нет околитов последнюю атаку идет террор можно бейстрейд сделать просто летим и уничтожаем ему здание sonic видит что здесь тоже все очень плохо ну ситуация прекрасная у соника две базы работает чем дольше он живет тем лучше рыкнуть вот хорошо минус еще один околит надо телепортироваться уже сейчас ловить химер будет убивать только не сражайся не надо не надо не надо не надо соник а соник валиминейт реально пошел минус химера блин ну может и не стоило сейчас еще минус одна химера будет и минус медведь нет минус химера просто заказывать заказывать еще 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 заказывает химер побежал разводить пятая авария телепорта нет о нет соник не надо прошу тебя мэй на нет соответственно знает где или подождите там про должно пройти 2-3 минуты до открытия давить кажется увидел террор что мне т.п панда дышать должна просто дышать постоянно ну дыши 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 дышит медленно как рушим ой как медленно ой он этому же я дестройеров хрен улетишь что соник делает почему без телепорта он проверяет медведем экспант ну хи я не могу что это что это ну ты бы спас хотя бы одну-две химеры спас бы ну пытается улететь за за карту ё-моё не получается войска вступили в химеры возвращаются панда с тайминговым блин инволом ой соник доиграться еще сможет блин что ты делаешь я не понимаю я не как соник не надо две базы работает талон за что он здесь так нет соник выиграет если сейчас не это сомненно косячит варю в алтаре серьезно химеры полетели быстрее химеры полетели уничтожать дальше сколько четыре химеры я не знаю так в компьютерных клубах играли в свое время засада засада с облетим сделаем дропчик здание убьем вестры неправы абсолютно и медведь с рыком тактический медведь боевой медведь анклавочка просыпается боевой он и отдыхал здесь 0 приз Ну, это все. Минус панда, минус алтарь, но минус андет. Террор вышел из игры без ГГ. Без ГГ. Веселенькая игра, 2-2. Не, ну такие темы, конечно, бесят. Если ваш тайминговый пуш с финдами контрят фаст химеры, то стоит задуматься и расстроиться. Такие игры вообще не прогнозируются. Я... Ладно, друзья, сейчас пятое решающее. Сейчас я отойду на секунду, вернусь скоро. А если мы здание снести, он мог бы ГГ написать? Не, не мог. Но у него два здания на миникарте еще были... То есть он не проиграл, он ливнул. Он ливнул и проиграл, а не проиграл и потом ливнул. То есть у него на миникарте было еще два здания. Они там добивались, конечно, своего. Вот, но он вышел, не написал ГГ. Хватит его защищать с G-флата. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот и вернулся. Поехали. Грязные игры, аж помыться хочется, там пишет. И вновь Варден, которая, кстати, не сделала прошлую игру. Она напротив даже подарила под конец шанс. Потому что Соник решил посражаться непонятно за что на андедовской базе. В очередной раз. Варя вдруг вспомнила, что у нее нет блинка, а также нет телепорта, инвул, и вообще у нее ничего нет. Но она пятого левела. Иногда осознание приходит слишком поздно. Террор просто не стримит на ГГ. Вот я не написал. Я предлагаю всем, кто не стримит на ГГ, запятить, писать ГГ. Пусть пишет свой фич или Ютуб. Да. Неплохо. Соник пока не добил бараком Огра. И не добьет. И он молодец. Боевые когти плюс 6. Варя побежала. Когти ей заходят, наверное, серклетка когти. Топ-1, топ-2 артефакты. Делят. О, со скелетами нечестно. Вот, ну, Артус. Хвостом виляет, он ходит назад. Куда лицефер пропал? Он никнейм сменил, он Майкл. Он играет сейчас. Килограмм 20 набрал, в армию сходил. Он теперь не лицефер. На город напали. Ну, Варя занимается тем, для чего создано. Бегает за этими. За беглецами, если так можно сказать. Войска вступили в бой. Варден же, в принципе, появилась в лоре под соусом, что она тюремщица. Она за Иллиданом присматривала. Плохо присматривала. От этого и все беды. За мужиками бегает. Да. Причем двое сразу в чатике написал. Написали эту шутку. А до меня она не это самое. Ко мне она не пришла такая. Такая хорошая, очевидная. О, мясной конь. И... Те, как старые добрые времена. Довольно нагло тут ДК подошел, подкрепился. Но из-за сообщения, которое пришло, я не заметил. Забрали. Забрала Варденка хотя бы кого-то там или нет. Потому что у ДК опыта не очень много. О, какой неожиданный кинжал на самом деле. От Варденки. Неожиданный, потому что особо без продолжения. Но... Она полезла вперед, чуть не попала в окружение. Соник тут отлично отыгрывает. Тем не менее. Есть маны на еще один даггер. И такое количество арчей, что можно даже в лоб с Андейдом сражаться. Блин, почему ДНД мне не работает? Я сейчас отвлекаться на него буду. Последний даггер Варька тратит на Гулион. Уже это минус Клипорт. Какой, что? Как он Гули подставил? Уже отступили в бой. Правда, Варден убежала. Все в порядке. Какая-то надо доставить ДНД. Потому что батл нет не работает ДНД внутри игры. Ладно, в это время Т3 и две лорницы. Вроде все хорошо. Так, и... Экспанды вроде не будет. С одной нычки будем играть. Бойска вступили в бой. На город на память. Он у нас еще стримчик слушает, смотрит на эффекты. Это можно в игре игнор подписать. Да у него такой чётный никнейм, который... М9АЙСИЭЙЧОУ Войска вступили в бой. Так. Игно... Игнори... Игнори... На город напали. Давайте, помогайте, друзья. В чатике напишите, пожалуйста. М9АЙСИЭЙЧОУ Дефис КОХ И в конце Б. Это 0, а не О. Хорошо. Интересно, имеет значение регистр или нет? Напишите кто-нибудь в чатике, пожалуйста. Поиск обступили в бой. Ну, вторичек, спасибо. Ну, отпекает просто. Сначала было... Дефис, а не подчеркиваю, вроде, да, или подчеркиваю? Дефис там был. Почему ты написал подчеркиваю? Не знаю. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Какой койл нового! Летело вроде хорошо. То есть было понятно, что можно... Можно вернуться. Я не так написал. О, ай... Может, все-таки О, там... О, окей... О, не так? Не так. А, ВИСПР пробел на земли. Мояск отступили в бой. О, точно. Спасибо. Игнория. Что-то все равно не работает. Ну, то есть никакого сообщения системного нет. Насколько я помню, сзади... Сзади... Раньше, когда ты... Когда ты игнорил, выводилось какое-то системное сообщение. Скуэлч? Скуэлч? Нет. Войска вступили в бой. Варьку жалко. У нее точно был телепорт. Если она не должна была... Прыгнул не поставить. Вроде поставил. На город напали. А может, не выводится сообщение сейчас просто. Не, ДНД в игре не работает. Ладно, давайте сейчас попробуем вернуться в игру. Здесь очень похоже на... Ну, на игру Шейка с Фогичем. Одно из первых. Правда, здесь Варьк первым героем, а не Димка. Но... Не, не помогает. Видите, он все равно сообщен написал. Войска вступили в бой. Так. Надо быть, не забыть. ДНД просто между матчами написать и все. Общение нажми, там написано как. Сквелч. Я вроде написал так. Сквелч. Правильно ведь? Сквелч. Войска вступили в бой. Да. Не, он не работает, видимо, внутри игры. Что странно, конечно. Не работают в апсах команды. Это банк. Ясно, жалко. Жалко. Ставится база сейчас в террорах. А, слушайте, мы же можем... А кто не потрясет этот матч? В смысле, стримит? Мы же можем посмотреть тряс-тим просто и все. А то товарищи... Правда, момент такой сейчас хороший. Соник пытается, но, скорее всего, очень тщетно штурмануть. Зигураты с первыми медведями. Ну, а тут ези отобьемся. Гарк много. Герои с маной. Вышки стреляют. Разве что... Нет, леча не убить. Падает медведь. Лечовка вторая. И Соник, кажется, не пробивает. Попытка убить леча. Леч минус. Хорошо. И дыхание прекрасное от панды. Лайтнинг щилд, который свою жарчу забирает. Так, давайте пойдем у Ливерина пристримим. Я думал, что посмеемся. Но, товарищ... У меня странное чувство юмора, короче говоря. Поехали. Тут подтормаживает немножко. ППС как будто не хватает. Но зато... Зато у него тут... Есть плашечка, еще 2-2. Передал телепорт. На последних хитах панда телепортируется. Проблема, тем не менее, все равно остается у него. Потому что... База хоть и не работает, но она защищена. Сюда колиты на починку и будет добыча. А у Соника, к сожалению, экспанда нет. Это совсем... Это все. Таркнон спросил. Плашка со счетом. Пожалуйста, все. Живем. Единственный плюс, что там герои у нас получше. Но надо вот прямо сейчас что-то делать. Прямо сейчас. Выходить с этими мишками и пытаться допушивать. Можно ли они попытаться его допушить? Ошибку допускает Шестерор, на мой взгляд, что он не чинит зигураты, а начинает несчастным этим маколитом добывать золото. Челлендж выполнен? Или нет? Я просто попрошу у Бэк Ту Ворков, может быть, удастся там приобрести у них, или они дадут ссылочку на эту штуку. Поздновато. Минус. Не рубка первая. Раз. Вот это хорошо. Заставили противника отменить экспант, в конце концов. Панда почти четвертая. Я думаю, что Соник не будет сейчас ставить экспант, потому что, учитывая количество гарг у врага, это значит подставиться сильно. То есть ты будешь потом длительное время пытаться... И здесь Мясной Конь, видишь, достал товарищей. Мясной Конь? Да, да, да. Я думал, это... И тут он нас достанет. Он сейчас всем будет писать, куда я буду идти. Он герой на стримах Майкера, а не... Вот он, момент. Счастье. Слава. Большой бутылек маны. Вот это врыв. Да, Ника его не было. Видать. Не видать. Телестремленный молодой. Да, он не молодой, ему, наверное, тоже 30. Он еще за эти, за копипастил разные фразы, из текстового блокнотика копирует. Я думал, какой-то подражатель. Нет, это он. Это он. Не отменил, кстати. Вы видели? Именно оригинал. И у андеда есть телепорт, но почему-то он не хочет воспользоваться. А у Соника телепорта нет. И это может плохо закончиться. Если он не собирается прямо сейчас пушить андеда... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как, Соник? Соник, у тебя же инвол есть. А где гусь, кстати, у него? Я же помню, в Арденке был гусь. Да, гусь был. И став был. Короче, Соник отдается на базе андеда. Это крайне странно. То есть он пришел сюда без телепорта, отдал главного героя, при том, что у него был инвол, у него был став. И где твой телепорт? Я же помню, был гусь у него. Неужели он был в Арденке? Короче, Соник падает в лазера с высокой вероятностью. И он еще при этом ставит нычку. Как так? А, мне Майкер и Ристинни, понятно. Да. Поэтому Мясной Ко не на меня нападает. Да, прости, пожалуйста, Вульвич. Прости. Все, я понял, единорог. Спасибо за инфон. Майкеру привет. Привет. Меня слушает. Кстати, хорошо, что в новом варкафте будет только один аккаунт. То есть, чтобы вот так шкодить, нужно будет не просто новый аккредит, а в старом бенете, вы помните, вы можете регистрировать сколько угодно. Хватит, хватит только одного. Да, да, вот этот экспант вообще не по времени. То есть, он был бы по времени, если бы Соник... Серьезно, ты не будешь отменять его? Винные пары? Почти что задоджил. Красиво улетел. Не, ДНД в чате не помогает, дорога. ДНД надо до игры писать, до начала. Угу. Так, ты вот пытаюсь еще свой экспант поставить. Игорь, зачем Бо 5 первых раундных? Там сетка на 8 человек всего лишь. Так решили опытные организаторы, между прочим. Вольф думает, что здесь еще шансы есть. Они действительно есть, но... На мой взгляд, они очень небольшие уже. До слабаков, как понимаем. О, там V3, Booster.com, вот ссылка на ход. Еееее. Но это не тот, который, кажется, у Back to Warcraft. А нет, похож. О, не работает ДНД в игре. О, extend your Warcraft stream with additional information about your current match, like selected hero abilities, opponent statistics. Download now. Ё-моё. Все, ребят, я буду устанавливать все игры. Давай, Соник, следующую Варденку. Не уйдет же она. Сейчас Коил, да не успеет. Блин, 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 блин. Там, конечно, что-то с кодай блинком. А-а-а. Успел на Риджу Виути. Скорее, а не на блинке. Псих. Ограниченное количество целей, конечно, сильное. Видите, как мешает. Когти плюс 9 тоже. Download now. Я уже скачал, ребят. Сейчас устанавливать буду. Сэкспан готов. Так, подробнее выполнить в любом случае. Винда меня предупреждает о том, что нельзя устанавливать. Нельзя. Но я буду. Вся дефильная террора, на самом деле, Соника. Класс. Варя, кстати, могла бы, могла вполне уже пятой быть. Если бы... Это кто-то развлекает. Ёмка довольно такая. Он его местный клоун. Почему мы на это смотрим? Ну, решающая игра. Дальше будет еще интереснее. Полуфиналы. Там в нижней сетке, конечно, будет поножовщина настоящая. Андеды на андедов. Не знаю. Несмотря, кто здесь выиграет. Но наша задача определить человека, который топ-1, а потом посмотреть на аудиенцию с императором этого человека. Так, я уже могу запустить. Ничего себе. Я запускаю. Boosted checking for updates. Balance patches. Ооо. Preparations accomplished. Нееет. А можно без твича? Пожалуйста. Не, у меня есть, конечно, аккаунт. Но я не готов. Пусть, привет. Я не знаю, какой пароль у меня. Как раз купим на карту. Как ощущения есть? Нет. Вы его советовали? Да нет, там идет стрим на твич у меня. Но, блин. Во-первых, я не помню, какой у меня там пароль. Тоже говорится. Купи, не пожалеешь. Намного лучше, чем... Возникли проблемы, возникли проблемы. Гиги-майкер. Ну что, самый главный бой попошел. Сядет линфин. А, там главный бой, ребят. Отчерки с зрядками вообще фокусят кто куда. У каждого своя... Хилвард прекрасный. Плюс Хилвард, но... Разваливается, кажется. Эээ... Гиги-майкер все еще живой. Хилвард, который подбежал, сразу получает полицию Куэллнову. Неверное имя пользователя тем временем. Как ты неверный? Как так? Смотреть на Трофович. Конечно, Джонни будет играть рандом. Но Джонни-то точно может, а вот... Хотя, конечно, уже три раза из четырех нормально играет. Странно. На Твиче... Меня уже на Твиче, видимо, забанили. Говорит, нет такого аккаунта больше у вас. Автостарт прекрасен на Твиче тоже. Прекрасен. Заходишь на сайт, и сразу начинают звуки идти какие-то. Так и живем. Каким-то макаром Соник все еще живет. Я пытаюсь остановить приложуху. При этом... Так, никому не говорите код. 307-24-23, друзья. 23. Отвердите. Получилось. Может, как-то... Путь воздуха явно было бы полегче. Там совершенно несколько ключей, тем более, осталось. Match Score, Current Match. Overlay Configuration. Да, это только в Pro подписке. Понятненько. Какой же я Pro? Ладно, Соник не сдается. 70 лимита на 50. Шансы еще есть, если панда хорошо дыхнет. Опять после винных паров прекрасно садится. И свиток по таймингу классный. Панда, скорее всего, скоро умрет. Панда промахивается. Панда, разумеется, умирает. Да. Хотя став... Нет, там КД был. Там КД был. Он решил мишку... Ну, пишем ГГ, выходим, Соник. К сожалению. Пи-пи, говорит. И в последней решающей игре Соник все-таки написал ГГ. Потому что Майкер видно было. Да. Да. Увы. Спасибо за клиш. Поставил рефорш на ДЛ. Хорош. Ставлю сразу ДНД. Единственное, что я попрошу... Попрошу... Не, не попрошу. С каких пор ты рекламируешь 1xbet? Хм. Не знаю. А, видимо, на трансляции это было, да? Кэш против Кейджа сейчас будет играть. И оба будут играть за рандомы, чтобы было еще веселее. И ждем названия игры. Он еще Плиз черкает. Дарктонс это Тараляка. Смотри на айдишник. На посыл. У нас сегодня много клоунов каких-то. На трансляции. Или Плиза посмотрим. Хотя, не-не-не, давайте лучше рандом. Потому что Плиз эльф. Мы сейчас только что двух эльфов смотрели. При всем уважении. Соник там хочет с Шейком играть. У нас, конечно. П reven Sid. Как дела? Так. Продолжение следует... Так, а при этом, при этом, у нас же земля в опасности, понимаете? Земля в опасности. Уже 8% прогресса. У врагов у нас появляются первые псионики. Там геймнэм кэшкина? Что? Где? 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 Вообще, где ты видишь кэшкин? Блин, геймнэм кэшкин. Все вижу, был неправ. Last Refuge. Джонни пока нет. Здесь только кэш. Он на рандоме. Вы помните, что кэш это и орг, и хуман, и... Нет, за альфов он вроде не играл. Подождите, он за кого еще? За нету, что ли, поигрывал, да? А не легче добавить в блюр область ВБС. Можно в один клик его врубать. Какой-нибудь на горизонте. А как в блюрах добавить область в блюр ВБС? Не знаю, такой магией. Забудь ДНД. Да я вроде поставил ДНД сразу. Отключу, он был поставлен. Сейчас выключил. ГГ-мастер, ну? Да нет, наверное, ну как так? Шезлонг, ну? Тут же написал после выхода. Но хорошо, что напоминаете. Фогги рассказывал, что проигрывал ему Мирор на разминке перед играми на турнире. Включен же был Ну. Да. Феликс Пойнт игрушка вот эта вот новая от создателей Икс Чома на краудфандинге, которая. И челлендж у меня пройти ее без сейвов. Есть. Игра вроде хорошая. У кэши расы зависит от того, какое пиво есть в магазинах. И холодное ли. Сейчас, видимо, пиво много играет за рандом. Местной Коль попытался ворваться. Сразу такой, а ты кричит, и его тут же из игры. Когда, кстати, рефорш выходит? Я точно не знаю, но вроде 12-го числа. 12-го декабря. И Джонни Кейдж здесь. А, там, плагинчик нужно ставить. Ну, вот, но есть война. Как так? Ну, я понял. Хорошо, давайте. Для... Для истории от... Открою, спасибо. Они в серии на рандомах? Ну, да, да, да. Самый непредсказуемый матч. Я думаю, что кэш, благодаря опыту и хорошему настроению, должен затащить. С детства за Джонни. Джонни один из... Может быть, даже самый молодой участник на турнире. С детства за Джонни. Поехали. Первый матч. Альянс против Нежити. Причем они сразу пишут... Джонни пишет сразу, что он играет за Альянс. Кэш отвечает, что он играет за Undead. Одно из преимуществ игры за рандом заключается в том, что твой соперник вынужден делать какую-то раннюю там разведку, потому что если он делает разведку, то враг знает, за кого ты играешь, а ты... А ты как бы нет. Вот. Исходя из этого, можно там фастекс быстренько поставить или в какую-то аркаду пойти. Наоборот. А когда рандом сразу еще и пишет, за какой раз он играет, ну это совсем... Это... Настоящие папашки в деле, в общем. Оба рандомы, оба пишут, за кого они играют. Понеслась. Если резко паузу поставлю, говорит Джонни, не удивляясь. Окей. Ну, Джонни, основной раз. Альянс, да, ведь? Так что в первой каточке ему с раз и повезло. Кэлфи говорит. Акалит на разведочке. Явно, конечно, намерен проверять экспан. Оверлей удалось поставить? Ну, конечно, ты видишь. Пэм, перфект. Что это? Блин, как жена у меня иногда спрашивает такие вещи. Ну, типа, приходишь домой, ну что, пришел? Ну, такая вот фраза. Нет. Ну как, удалось северлей поставить? Пэм, 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 перфект. Ой, не могу. Вступили в бой. Да, удалось. Найсеверлейфинг, да. Стримишь, да, да, да. Стримишь, спишь. А, господи, как же. Как же. Так. Поехали. Фух. Бодрит. Первый там Койл словил Архмак, но ему не особо больно, потому что кроме Койла в него ничего не залетело, и он уже так отрегенил. Два десятка хп. Звонишь на домашний, а лоты дома. Так, ну мы видим, что идет, наконец-то. Вот зря скелеты не попытались разбудить троллей. Идет криппинг. Стандартный. Кэш крутится вокруг, но он опаздывает к первому троллю. Убивает тем не менее одного рабочего. Второй тоже очень бит. Нельзя Койл, потому что если ты кинешь туда, то ты в огру не сможешь попасть. Ну, ДК такой битый. Решает проатаковать. Нет. Можно, можно. Хороший Койл. То есть он с руки, потом еще паучки прилетели и Койл закинул. Хороший. Ну, мы видели, как Харас еще поиска вступили в бой. Дополнительно делают. То есть выманивают, сетки кидают, метрализуют парочку рабочих или футменов. То есть можно было, конечно, получше. Плюс у ДК, как вы видите, очень большие проблемы и со здоровьем. Паукинка. Ай-яй-яй-яй-яй. Сразу, ну, тут телепорт напрашивался, потому что ДК битый и Финт подставлялся. Еле ушел Финт. Вы видели? Бодренько там. Три удара успели сделать. Кэш идет вперед. Но он реально играет как Хэппи. По стилю. Агрессивно, дерзко. Сокол говорит, играю в PUBG, смотрю варик. О, тут вард можно хороший поставить. Грандмайстер в Warcraft 3 сообщает, что Кэш еще стримит при этом. Вступили в бой. Ссылочку можно в чатик скинуть. Если кто-то хочет посмотреть от первого лица, пожалуйста. Ох, Дефенс, врубаемый в тот момент, когда летят выстрелы. Красиво. Ну, Джонни очень четко отбился, надо сказать. Еще не до конца, но... Ну, пока все под контролем у него. И хочется, и колется. Странно, Финд зашел направо. Как будто намеревался красную точку прокрепить. Да, Дефенс жесткий. Ново! Финда отконтраливает на последних хитах. Попытался окружить Финда, не окружил, но зато все равно большое количество урона закинул. Ново! Личевка в окружении, там есть только один Койл. Надо элементали ушатывать. Койл кидать в Лича, естественно, но попытался Джонни Кейдж вторым элементалем заблочить Лича, но не получилось. Ждет обсидианку. Горает на Т3. Здесь вышки потихонечку строятся. Сейчас момент довольно опасный, потому что хотелось бы отрегенерироваться. И ману восстановить, и жизнь восстановить. Архмаг вообще непонятно чем занимается при этом. Закупает реген жизни реген маны. Минус вышка. перебивает регенерацию. Не доконтроливает вышку до Лича мог достать. Достает. Но не сразу, друзья, понимаете, вот в этой проблема. Магическую вышку построил, она понасила урон совсем небольшому количеству людей. Два барака рифлы. Странно, что делается только в одном бараке, видимо, из-за сапплай блока. Что по ферме? Будем делать ферму, не? Не сейчас. пошла ферма, пошла арканка. Не хватает просто и на второго героя. С рифлами то можно повоевать. Я имею в виду финдами и мужика взять или рейнджер и третий. Хепич рейнджер убрал, несмотря на на рифлов. Конечно, хорошо контролит для человека, который у которого главная раса орк. Хотя там что-то за дедов контролит, правильно? Покусишь, тележки тебя лечат. Профит. Джонни добивает своих с руки. Лич подставляется. минус рабочие ферма и МК. Касл. Леса нет. Архмакс эти рискуют немножечко. Там, правда, всего лишь первый койл, но тем не менее. Ай, вышка не отменяет вышку. ой, можно оа опасный момент. Еще лема. Ой, кэш сейчас потеряет героя. Нет, последний выстрел. Вааааааааа. И это погнали нашим. По первому престу, по первому престу, кэш должен был уже прям насторожиться сильно-сильно. Что это Т2? Что это... Скоро второй герой придет. А у тебя мейн без ТП. Да, Джонни давит. Джонни давит. Ну, а дальше все просто. Давление ослабевает. Войска вступили в бой. Жалко. Одна грубая ошибка и все, и кэш. Оказывается, сильно позади. Он так же... Он же давил. Нормально давил, подрезал. Юнитов. Вышек-то много не было. То есть можно было, можно было додавить. А, уже лимит 60, Т3 доделывается. МК накормил. МК только вышел, и вот уже он 3,5, а здесь вообще третий получит. А третий мк, это огромная проблема. Ну, стпшится просто, скорее всего. Хотя, может, пешком дойдет. Как видите, кэш особо не торопится. Ему тоже хотелось бы третьего леча и третьего деку получить. Отводят, чтобы получить третьего сначала деку, а потом подводят, чтобы гарантированно леча получить третьего. Потому что лечу, меньше осталось. По опыту. Красная точка. Ну, куда декаб вперед идет? Это тоже такая тема. Магическая вышка. Зачем деке танковать? Без контроля он сразу решается части маны. Просто армор. Ой, там кучу можно было новую залепить. Правда, свиток лечения есть. Все равно можно новую. Минус прист. Лич еле живой. Фокус полечу. Там есть анг, но нужно все равно... Подождите, можно архмаг убить? Анг стоило выбить хотя бы для того, чтобы мк без маны вернулся. И там особо некого было бить, кроме него и архмага. 70 лимитрей и флокастер. Мойска вступили в бой. 50 лимита остального всего. Лечевка очень неживая. Пытается пройти Джонни, чтобы не толпиться. Влетает мк. Минус прист, минус райфл на минус два финда. Такие размены нам ни к чему. Став уже появился. Начинает спасать посохом юнитов своих. Ну, вообще, это минус ДК. Хотя маны нет. Увы. Надо высосать. Ну, лимиты несопоставимые просто, друзья. Просто несопоставимые лимиты. У ДК взять 50 маны и... Да, забейте. 1-0. Если бы не потеря ДК, если бы Кэш просто продолжил полномерное давление без серьезных потерь, то ситуация, на мой взгляд, могла бы... И, скорее всего, была совсем другая. Потому что исключительно из-за потери героя вырвался по второму... Ну, по опыту второй герой, Маутен Кинг. Базу... Время получил. В общем, Джонни успел и покрепиться, и подстроить лимит. Жалко. Но такие моменты нужно либо чувствовать по времени тайминг, либо обращать внимание на сигналы. Прист был сигналом. Что вот-вот придет МК. Прист, правда, приходит позже, даже, чем Маутен Кинг. Обычно. Но в данном случае, если уж пришел прист, то стало бы там, скорее всего, сапплай блок был. И вот-вот придет МК. Такая логика. Может, все-таки другую игру, а то, извини, но ты вообще без огонька комментишь. Ну, как бы это не финал Голда, и пока начало сеточки. Но там рядышком Плиз, а внизу Соник с террором, тоже эльф андет. Матчап, который, ну, мы два раза смотрели совсем недавно. Поехали. Снова рандомы. Скорее всего, они так же сейчас напишут, кто кем попался. Андетт наоборот. О, сейчас. Сейчас они напишут расы, и все станет понятно. Андетт, говорит Джонни Кейджи. И тут Кэш пишет. Орк. Что, ГГ? Не расстроился. Джонни, по крайней мере, виду не подал. Теперь главная раса у Кэша. Завтра будет финальная часть турнира. И завтра же в 8 часов вечера, насколько я помню, победитель сыграет, победитель турнира Розбровиновского 9 сыграет с Императором. За дополнительный приз в 30 тысяч рублей. Император красиво придет. Ему нужно сыграть всего лишь одну серию. Если выиграет, то получит 30. Если не выиграет, ну что ж. Стало быть... Император великодушен. Пахомыч, привет. Первая за Джонни. Да, первая за Джонни. Джонни за Альянс. И... Ну и там был один момент, который... Если пуш остановила стандартные НД доски. Потеряли случайно героя. Хватит щелкать, действует на нервы. Войска вступили в бой. Привет, тейкер. Победитель имеет право отказаться от шум-матча. Да любой может отказаться от шум-матча. Беж никто не заставляет. Просто, видимо, топ-2 будет играть с хайпи, получить первый приз. У всех есть право делать, что он хочет. Вступили в бой. Миша раскикивается по ходу FUFA на подходе. И мы будем землю спасать сегодня вечерком, скорее всего. побежали у фэйса когти ничего в себе как выманивает вы видели кобальда а там 2 можно чайник было если успел не успел кэш что творит вы видели как как ваш еще под ике вот делайте клипчик там так волчки под блочили кэш папашка о морально уничтожил ну там баш еще класс класс я даже я даже посмотрю вот жалко что нельзя реплеи смотреть не выходя из бы на это но я бы быстренько гляну сейчас репка а то потом выходить заходить логиниться как спасать готовится к спасению вчера как-то не очень удачный трой были а сегодня мы начали полдесятого и нарис теряет толпу леммингов но основные бойцы живы в миссии выполняем сложные миссии выполняем так в артилек скидывает игра кэша выманивает вы видели обольда послушаем бобра бесит волки волки смирите ваш оп оп справа что творит баш сверху полетит красиво очень красиво он увидел что можно воспользоваться паузы пока дк стоит в баше в волки пробежали они юркие такие мелкие поджали к лесу снизу форсир помог какое-то время потанковал пока у него со здоровьем не было проблем но когда у нее начались проблемы со здоровьем у деки вообще было все плохо он получил второй баш от кобальда потом его просто за за шафтил барсик как кулер в лучшие годы и все от лица кэша еще можно посмотреть ничего себе техника дошла а у меня там своя атмосфера реверберация включена я слышу 1 2 отступил ушел из окружения чайник довольно просто что скажешь что-нибудь рутина следующий что там логично интересно хуман и андеды next орк андед уда чё-то посос говорит джуни кейдж да уж еще и кобальда не любит удов логично ну как были кобальда живые кто любит андедов андедов никто не любит андеды даже как другим андедом относятся без любви потому что они андеды кулер последний мажор выиграл так я не смотрел войска руля в бой логично ну конечно какая-то там дикой реверберация стоит знаете как будто в реалтеках старых были встроены там шумодав и и реверберации как будто будто оттуда андедов любит только палыч войска вступили в бой да бэкпэк делает да конечно играет за андедов а тут опять они поменялись слушать повторение первой карты так сейчас понял что я зачитал с диалогом их и не обратил внимание на на раз и но джонни-то джонни посмотрите не делает экспант яма бур смешно но пока не понял почему какие-то можете автозамены на андроиде или все-таки есть холер который кутри да да тот самый антон синьго окружение шикар вот это главное самая самую главную роль в этой ситуации исполнили футмены они настолько беспалевно с подбежали обижали деку окружили он не подозревал до последнего что это по его душу выдвинулись а так бачком шлемы не выдают эмоции там на лицах наверняка было все написано но и так аккуратненько аккуратненько хопа и поджали ну конечно немец куда ты лезешь куда ты лезешь такое впечатление что фильм тоже решил покружать до джонни остановись ты чего джонни не надо койл элементарий у которого закончился срок годности внезапно спас жизнь финду хочется гореться у фонтана но архмак упрямый такой дедок даже если на то что рядом никого не было он все равно решил разбудить просто из вредности как чебурашка с веслом какие тут мансы идут вы посмотрите лево-право-право-лево а яй-яй-яй-яй-яй красиво это лан не это онлайн только зачем ты танкуешь финдом то пощади какой же все красную кэша кэш не доводи до греха пожалуйста красиво добил своего же войска вступили в бой второй фонтан видимо надо бежать быстрее от это не выхилиться к сожалению контролит старается да в артилек согласен пытается за счет ауры получить ускорение еще при этом отстреливается как-то вот спасся же смысле это чей труп вот этого но паука не похож скелетов не остается трупов героев тоже чей труп может это тролль не тролли вроде стиль все тоже живые да архмак добил его последний выстрел а тут не спасался не спасался там вылетал выстрел в этого от финдажа мой справа ну кач еще жив м добил кто-то да хватит я в курсе ну что блин войска причем или в бой ну видно все было это не стало бы нам на этом внимание акцентировать потом пошли вопросы спасался добил 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 ребята все нормально все под контролем у нас так хорош там тролли слышишь м фута добил кто играет кэш и джонни кейдж вайска лучший рандом и снг за байчина ха повелся тот у гномов сын той проблемы хорошо у нас не такой большой комьюнти гномов началось бы ай-яй-яй опасный момент войска мк уже выходил там с молотком в смысле снг конечно европы извините европа конечно же без хороших рандомов 5 человек это хэппи естественно потом не играет за рандом но я думаю если он поставит рандом он сможет так же как андрей соболе в свое время катнуть почти любого войска вступили в бой все борются за этого командира грав передает венец благородством хочется очень хочется артефакт но преимущественно мой взгляд здесь все таки у мки он может кинуть молоточек именно в деку кинуть молоточек первичный не опыт который ты получаешь а именно стащишь ты артефакт потенциально полезный потенциально очень полезно ну в артефакт так себе 4 4 но мог быть но потенциал был в результате молоток в деку минус еще жук хэппи за рандом бивал хума на арифламе 4 но лент может хэппи на челленджах тоже накатал наверняка за рандомчик какой-то наглый дк вам не кажется а у нее селепорт так что все ок баш на молоток на минус еще один финт на и джонни кейдж за родную расу играет заметно лучше чем чем кэш за андедов пытается вкуснуть героя еле-еле добивает там первый койл друзья первый койл а тут почти уже второй молоток у мки видите как он по анимации тыкнул вперед чтобы молоток сразу вперед чтобы не опускалась у гному рука он шел бой дальше бой рискует дк бой рискует он хочет получить третье сначала а потом уже закинуть вторым молоток ему нужен хотя бы один какой-то килл вот он получает этот самый килл и и со вторым молотком ситуация совсем уже другая тут хотелось бы поставить нынчку но тролль может быть против так место выбрано удачно погода прекрасная елки с нами только мешает один тролль какая графика в варкафте зачем переделать цель с какой тролль любой вот это реалистичность у вас трава какая классная шахта золото как настоящие так в это время там битва идет давайте посмотрим сетка очень неудачная для клык для кэша и он теряет обсидианку теряет скорее всего потеряется в кетово финда несчастного можно даже деку развести на бутылек минус финт как он так увеличил вот я еще нет умею войск понеслась свой понеслась так строим базу посмотрим на мэйн альянса рефоржит выходит совсем-совсем скоро мы к нему готовы нет мои глаза на на страдай у вас тоже есть такая такая штука что голова начинает немножко кружеска вступили вам хочется повернуть это картинка очень непривычный такое впечатление было ощущение было тогда когда только только вышел варкрафт новый новый подход трехмерных стратегии дизлайк бан отписка все выглядит иначе появляются откуда ни возьмись новые строения на карте знамя это кстати орковский фонтан судя по всему алтарь оказывается вот такой вот он а у лесопилки сзади хранится хранятся бревна как вы видите по часам на ратуши можно определить время игровое ладно это миф голову кладешь на стол но там там так не помню не поможет надо как-то и и держитесь общему так приходит на экспант андет телепорт пошел телепорт на телепорт минус все рабочие нормально а какие же сдать и кривые ладно давайте давайте с другой стороны посмотрим еще вступили в бой для разнообразия хорош став спасает рифла терять финда каш пытается да там уже риф этих inner fire арба сейчас минус еще один финдец и баньши о хойл успели добить баньши при этом покусим еще финда очень много теряет очень много теряет каш красиво сайланс отличный на двух героев каш из последних сил отбивается убивает при ста теряет дестройера к сожалению на развороте минус финт нереально было его подлечить попытка убить им кола там же став я думаю после свитка из тапа конечно пишет гг оставшись будет инвул нет еще минус дк давайте посмотрим слишком жестоко на моем лучше посмотрим кэши напоследок фух мы пережили эту игру показываем там кто-то скидывает картинку это первая миссия 2 варкрафта по ту сторону портала аллерия лучница с диким range класс почему по сетке happy уже финале от должны быть какие-то объяснения специально для я не понял что происходит ригель ты считаешь что император не достоин что значит а если серьезно а это серьезно накал геретика ничего себя почему хэппи финале ребят это у меня что-то не так или все-таки это залет почему хэппи финале ну может потому что он там топ-1 голда топ 2 2 следующего голда как бы топ-1 топ-2 мира потому что он император потому что это интересный формат так прыгаем в зрителей может под новый год при прохождении второго варика да там есть проблема инопланетная если не понимает в их шуток объясняю что за шоу-матч с победителем а это шоу-матч с победителем ну то есть победитель турнира сыграет шоу-матч с хэппи вот я думал что из сетки это понятно ну или записание турнира надеюсь я понятно объясню раз вы уже определились какую новеллу будете проходить на гудэйте а я человек подневольный что они там решат то то и будет да да ладно джонни опять за альянс что за пруха а ну кэш теперь теперь орк да все понятно спасибо большое сейчас будет так у тебя warcraft 3 забагован перезайти говорит кэш но слишком часто альянс попадает просто да 221 пользу джонни кейджем у него была одна коротенькая но очень яркая игра и когда ему выпал андет и за три минуты кэш вместе с кобальдом объяснили джонни что он не прав так а может быть нет 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 вы меня возненавидите у меня прям голова начинает кружиться когда камера вертится и застывает насколько непривычно а 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 да да фэйс отлично 120 говорит баньши не нужны войска вступили в бой но ему виднее конечно я не знаю что по этому поводу думает император это да форсир на харассе магической вышки нет здрасте пожалуйста ну значит волки в городе надо контролить рабочих правда битых нет и тыкать сразу т2 сейчас наверно вряд ли повторится такая же ситуация но максимально fair play то есть одному выпала родная раса второму выпала родная раса перевызывает волков красиво магическая вышка пошла волки забежали на мэйн повторюсь там некого грызть почему-то войска вступили в бой решает переключиться на архмага в телекса ты что-то знаешь по поводу каданцевые новую визуальную новеллу да то есть у тебя же в прошлое ты ты же героем был прошлый новеллу там фоточки все дела может тебя есть какая-то информация может подтизеришь что нас ждет нет группе состою на там что-то новое знаю что они то есть ли в ноябре на подробности не знаю то есть ли значит что-то да неочередные демоны ночь демоны форсир 2 кстати у каша классическая такая ну новая классическая торин и и шаманы purge lightning shield и в бой было развод на сетку в класс так он вовремя увидел футов сразу от отбежал чтобы мурлоки пошли вперед не понимаю зачем здесь надо было пытаться окружать если по времени то успевал убить видимо не чувствовал к что успевал по времени убить жаль к он недоконтролил джонни джонни как так скорость перемещения у фута меньше чем у волков насколько я помню но не настолько чтобы они прям смогли войска в 100 догнать на такой дистанции у милишников же есть тема что и нужно еще потратить временную анимацию атаки а ты и даже ссылочка на группу дает ничего себе я вступлю в этот клуб и если серьезно я если что-то известно то я я послушала так заходите ждать написать что-то скидывать а ты и к ты что ли фотки скидывал ему этот раз кто-то точно что-то знает прям ощущаем войска вступили в бой lightning shield прекрасный на элементаре purge вовремя скал спит не хватает есть уже скалов спит боится что не окружит пошел-пошел-пошел-пошел-пошел-пошел арифла хочет окружить ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй мимо я не врубился как овер фениксе работает можно маленький конус поставить можно огромный за счет точности овера ну чем дальше ты стреляешь тем меньше шансов что попадешь там работает твоя родная точность нет смысла ставить там человеку с тяжелым оружием конус больше чем 10 клеток потому что он промажет пытается сейчас окружить а м развести на телепорт решил не тратить а у нее не было маны на следующий поруч войска вступили в бой ой пион у него был планы у него была задача понимаете ему сказали ставить базу а вся орда куда-то ливнула он человек простой он ему дали задачу он выполняет или контролирует фс можно было элементален красиво добить с 4 тычек понимаешь что же не добивает войска вступили в бой всем привет с большой вероятности на этот раз гуддейт от великолепной четверки гудгейма хорошо что закавычили будет не по новой не не по новой ли вселенный демонолог да неважно главное чтобы наркомания была такая же как получается у михаила мак не ушел он явно не ожидал что грунцер ему топором в спину достанет потому что ну далековато уже убежал казалось конь подождите что новелла еще будет у нас на войска вступили в бой очень битые гранты и очень много грантов на удивление у кэша 6 грантов на такой стадии надо постараться но с другой стороны что еще делать некоторые товарищи пилят к доев такой ситуации 1 2 3 ты тут а он просветил увидел что там может отошел у как кэш какой грамотный кэш пач почуял что неладное что-то орел говорит я это наркомания целый год жду просто а в прошлый раз два года не подводите старика когда гуддейт но вроде как в выходные мак как показал что противник не двигается нет просто чуйка просто чуйка непонятно что делать в такой ситуации по счету на ждем вот ждем что там вселенный демонолог шестая визуальная новелла во вселенной демонолог англичанин и джонатан браун подождите как его его наверняка бонич как бы это обозвал кори коричневый жора или что-то в 14 лет прожил в россии однако из-за вышивавший там гражданской войны ё-моё ему пришлось вернуться на родину спустя пять лет но типичная история англичанин довольно много было таких что жили в россии но так ладно подождите коричневый жора чувствую будем вроде в получать удовольствие от креатива на и сразу целиком поддерживают целиком рядовали 22 ну как ре сколько можно мы здесь до ночи будем сидеть ну такой не переигрывать согласен ну чё там архмага потерял я согласен с кэшем кори жора кори жора так спустя пять лет выполняя свою обыкновенную работу в лондонском офисе он не догадывался что эхо его российского прошлого настигнет его в самом его 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 в самом скором времени и уж тем более не мог себе представить что вслед за этим эхом прилетит еще и лещ а услышит голоса демонов царство ночи заходит 5 решающий игру ох ох демоны демоны ночи как старые добрые времена двадцатый год а мы в визуальную давала будем проходить 4 до 22 счет лапс еще залетел куда-то ж не стримишь на традиции причем хороший и жора коричневый главные роли эхо настигла эхо войны революция эхо и демоны и англичанин который на вынужден был просто в восемнадцатом из россии ливнуть это планета моя это планета моя дед демоны демоны ночи немножко фолечки сейчас был диск был на восьмой деватой минуте ну я а я м убил на видео набегал причем ладно забили о это точно димон ночи конечно конечно тире-дире тире-дире фух поехали интересно что каждый из них на секунду обрадовался что вот тебе выпадает родная раса и у тебя не есть есть несколько секунд пока ты не узнаешь расу противника вот тебя такой да да а потом а ему тоже невероятность такого события крайне мало листая группа вроде как навыла вышла опачки ты передает с места событий и так ты и в данный момент листает группу и вроде бы выходит 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 новелла ждем информацию отношу специального корреспондент странно что бсп в этой группе не подписан и не ведет ее не в курсе вот вот этот билд вот это я понимаю барак для слабаков магаз для слабаков только хардкор только пионы и форсир войска вступили в бой троллей купит у него там хватит на одного тролля конечно и вроде как у пиона глазки загорелись но решил не идти видимо если фаст криппинга нет то и не будет массы верный старт похож на что-то такое агрессивное это двашное войска вступили в бой побежал форсир харасить точнее нет волк харасить и форсир архмага за это самое после этой таблицы все стало на свои места так что-то я не вижу слишком мелко на самом деле но хорошо что там все встало куда надо это это радует войска во барак видит сейчас видит джонни что кэш задумал какой-то хитрость у него очень поздний барак открою в окошке варкрафт ты же играла в варкрафт нельзя отвлекаться кстати у меня такой вопрос кто кто сильнее город напали ты или бани ву варкрафте имеется ввиду не варкать это понятно войска вступили в бой тут ладно не будем а вот варике реально вдруг тэка играла настолько что может составить конкуренцию бани чё это тянет нашу матч вообще надо провести шумарь грит брак энд римс не варкафте бы проверила конечно еще бы так войска вступили в бой жалко бы не вора нет я думаю что он бы что-нибудь написал интересного в чате в это время т2 таурен пытался грант немножко коня остановить на скаку но слишком быстро лавка доделывается не никаких верн все это было сделано ради быстрого тавурена и быстрых шаманов там уже обновление вышло белое эхо версии 1.1 ух ты 1.0 крутая была версия в 1.1 в 1.1 и я даже не знаю сколько там контента нового вышло уже в общем надо передать всю эту информацию бсп вот сказать что пора а 1.0b да особенно хороша была книги не читаем как обычно ничего выйдет рефорж там их вообще незаметно будет никому эти книги нафиг не нужны будут бедные грунт сыры страдают blood last тролль а бсп хочет проходить упороты японские новеллы его можно понять слушаем в канаде ему одинок короче в любом случае как бы сп скажет так и ну он же инициатор всей всей этой темы поэтому будем грамотно перебивает лечение ой вот сейчас игра от кэша если бы еще он пораньше кодоев сделал то был бы ну прям лин у него просто работницы тоже скорее в бсп есть работницы работницы а с войска вступили у меня понял да не на него работают ну или думать что него бойнич сказал что готов нашу матч по скилу или просто тупо по времени важный момент так ладно в это время окружают маутон кинга архмак очень далеко пытается выйти из окружения через шамана но кажись мкапс то есть же не только 2 молоток кинет на смысле 3 уже получается но ему не суждено выйти а говорит мк и дальше идет штраф архмак правда пришел и второе элементарии гонят шаманов без маны лимит сопоставимы хорош том ой как как окружил ну конечно просто кудесник такие окружения дикие с подводочкой все как надо и подводочку а с подводочкой грамотно очень грамотно теперь минус т.п. ступили в бой напомню минус маутон кинг а тут то время на половину 3 правда экспант поздновато но конечно может себе сейчас это позволить джонни какое-то нереальное количество бой 40 помните на голде ну ну бас этом играли какие-то непонятные там в данном мэчапе расклады были совсем другие есть хуманы старались они вообще 40 не строили они старались намазить как можно больше брякеров потому что иначе ты типа не оставляешь не останавливаешь т.ц. никаким макаром и все садилось к тому сможет ли т.ц. там словить инволом прорваться мимо забежать и сделать стомп не словить молоток не словить фокус ну и лин конечно играл несколько по-другому то есть он сейчас правда выходит как видите кэш большее количество кодоев но лин прям начинал с чуть ли не сразу в кодоя то есть минимальное количество грунтсеров и шаманы кодои просто шаманы кодои шаманы кодои 1 верно иногда вот как раз против нее сделан был кошка отличный артефакту еще регенерация брони миллион опасный момент для джонни джонни будь осторожен не успел кинуть и на ул турен пуршин турена сейчас инвол ну где почему кэш второй раз не ловит инвол делает но арк маг без телепорта это проблема чайник ему в бухту и нас турен к сожалению вполне ожидаемый но он уходит на тп успел прийти в себя фурж сажать бы еще кого-нибудь а то кодои не кормлены один брейкер переваривается в кодои а вот второй кодой молодой который к подошел он он не сыт а голоден база достраивается потеря архмага критично орда очень медленно идет под слов до магазина постепенно люди приходят в себя опять свитки инволы инвола нет и вот как таким туреном лезь вперед вот как на 3 маутен кинга ну это же не серьезно мк затаренный по полной программе него 10 армора магическую вышку хочется вырубить на сумасшедшем тайминге еле-еле почему маутон кинга сразу не съесть он даже меньше чем конь молоток в таурена прямо на месте нужно делать стомп хотя не по кому делать стомп вот здесь хотя бы на ополченцев как же таурен байтит стомп и побежал 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 не уйдешь же инвиз просветка тайминговая просветили увидели но поняли что уже не зайдем точка сбора шаманы такая не очень хорошая рабочих нормально на экспанде телепорта нет очень минсуриан будет из-под инвиза не нет как же таурен рискует мк они не хочет кидать молоток потому что как только он кинет молот таурен сорвется с привязи все побежал 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 болен тарин медленный войска вступили убегает ситуация не очень хорошая потому что джоник выяснилось что на руках есть косарик и на этот косарик можно хорошо покутить он заказывает с двух арканок сорочку с двумя брейкерами причем что там что там и ну а кэш нужно атаковать сейчас ключевой инву ой фейковый замах и развел на инву а вот это да стом нет беги таурен сейчас же молоток прилетит беги родной беги нет свиток нет а вот это был красивый момент очень красивый момент мк таурен инвул молоток фейковый замах прожали инвул и все красиво очень красиво войска вступили в бой это у решка повелся хотя дистанция была такая что он мог дождаться вылета молотка и уже прямо тоже когда не остановить процесс когда вот она летит тебя ты по красоте прожимаешь последний момент 66 лимита на 62 шансы еще есть на карте осталось парочка точек не закрепленных но без того рена мы драться естественно не можем он четвертого уровня там с аурой большое копыта вот кольцо защиты плюс 3 шикарный артефакт много кодов кодов кстати переваривают пару брейкеров именно 6 лимита еще но нам срочно нужен турин инвизна мк а я я я у него клэп клэп ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу торин хорош стом да самое время тыкнуть в маункингу которого ps подставляется фокус хороший с не может уйти творим без маны и т.г. джонни кейдж молодой перспективный честной борьбе на родных расах какой клэп мое убивает на из рандом поиграли действительно они с играли рандом и трижды им выпадал альянс 40 альянс 40 или дважды или трижды дважды но конечно трижды выпадали арки ну ладно какой у нас матч будет следующим интересно русбрейн кстати анонсировано еще гг года турнир по starcraft с призовым 60 тысяч рублей ё-моё 60 к яндек саппортер четыре раза хуман и один раз 40 весь топ тут ваня браток касс даже вердос басат басат честно я даже не знаю до какой стадии у нас сегодня игра мне кажется до финала верхней сетки то есть мы сегодня с вами просто упьемся варкафтом а медоед там медоед был или ты его ты его фан или хейтер флаги против террора кэш против с спарелом или спирал насчет джонни и плиз не уверен он дн д а может сделать турнир ретро года выбрать старую игру можно все турниры может организовывать любой если есть какая-нибудь удачная идея и вы чувствуете что это будет интересно велкам и организатор предусмотрен процент с призового и у вас вам не нужны никакие дополнительные права чтобы провести любой турнир давайте террор сфоги посмотрим ну и кэш играет не вроде геймнем террор да есть стелс nexus говорит всем привет впервые с ютуба на эти ваши гудгеймы зашел с этих ваших ютубов смотри какой сайт клевый смотри смайлики справа чатик активный пацаны тут конечно очень опытные искушенные тебя сначала поприветствуют потом пожурят может быть будут какие-то проверочки прилетать вот держись это комьюнити такое закаленное оживились молодцы там кто сильнее грифон или destroyer пошли уже о что что не дрей говорит фоне богич сегодня дважды что-то происходит там может немного постримишь гг года поиска 2 сложно по времени со стримами в декабре у нас там задала ран у нас рефорж спасение земли в случае победы забирает все призовые если захочет только если захочет но мы надеемся на великодушие императора изначально договаривались что за победу только в шум матч получает победитель 30 тысяч а победитель турнира получает ну там суммарный призовой 60 тысяч вот но если надо будет то куда ж деваться а что да и новые демоны ночи подъехали пока что игры не создали я вижу террора по крайней мере на канале про продавая ркута к перепутать все месяцев дайте сетку пожалуйста блин жалко на смайлика сетки нет надо наиболее наиболее близкое что нибудь скинуть нет у нас ничего есть близкого к сетке скоро смайлики варкафтерские новые завезут это это информация о турнире есть в разделе турниры в чатике периодически мелькает сеточка угу сорочка трап она трап карлос чего откуда как откуда у тебя такая информация это может знать только современный савелий то бишь или ты каким-то макаром проводил собственные исследования а вот сетку кинули да все нормально расспрашивает вы знаете что случилось фоге спрашиваем что то есть захотел вроде ел сегодня странное ощущение а ты же видел из какого аниме арта сделан смайла в оригинальном комиксе это трав и о моем нет я я не не знаю такой комикс и о моем не нужно поговорить с современным это же такая бомба замедленного действия он нам подложил не то причем намеренно это диверсия друзья это диверсия так кажется террор один до название было игре да есть фотки новой модели сорочки со всех ракурсов но точнее есть весьма специфических ракурсов сушит это надо срочно кидать сразу в чате есть посмотрим это все равно что голодому человеку сказать что есть еда мне то чего с этого это не ну 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 я пойду по выдачу что-нибудь покушать прошу Субтитры подогнал «Симон» 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 Ой, сто лет рейнджерка первой не видел Нэхо Айлос против андедов Она, наверное, как никто другой Подходит как раз под пуши Таких андедов Дерзких Хрустальный шар Ну вот самое время проверить экспант И спланировать атаку Да? Да Ну хрустальный шар, ну хрустальный Еееееееее Тайминг немножко потерпел наладь на щелде войска вступили в бой на второй барак пилить надо и кушать его до hunter school прекрасная подстройка это изя 10 при правильном исполнении попробую третий удар кузов бараков остановить через мурлоков пройти скорее всего надо будет нет не торопится а время-то идет который барак еще не готов это был silence ух это был же silence но дк пофиг на лжи silence он просто подошел и стыгал артефакт это третий левел между прочим рейнджика идет в бой огромное количество скелетов армия против скелетов там наверняка уже коты вовсю да коты делаются войска вступили в бой здесь будет не рубка не уверен что она будет таким стоп-фактором и протектор и пошли класс но андет не это самое не не отменяет шахту то есть он будет пытаться отбиваться и нас первая гулька лезут коты я не знаю как здесь можно андет отбиться это настолько подстройка шикарные минус гульки после этого сразу можно будет здесь тыкнуть эксп отстреливают соколиты жалко арчу жалко троля но в целом потом учитывает и один поиска вступили в бой хантрес будет крайне сложно остановить пытается это сделать фендами но не та ситуация это не контриться фендами на данной стадии рейнджика коты с пауками разбираются хорошо можно не ставить еще один протектор ставить сразу можно поставить экспант и работать на 5 не до экспанс то я сразу ставит у себя родной верит что андет все сейчас главное не лезть то есть прокрепить мурлоков рядышком прокипит лагерь наемников просто стоишь и войска и жмешь человека нычка делается тыкаешь потом на следующие 320 этот great на т2 уже пора кстати а он тролли выкупил зачем ему сейчас тролль понятно что андрей час не будет в агрессии он может только разводить роли отодвинул где-то секунд на полминуты отодвинул появление т2 он добил красиво рейнджика куда-то лезет с лайтник щелдом своим артефакт взять войска вступили в бой как же поздно этот тир только сейчас пошел в фоке 4 падут рапали да прекрасно знаете раура экспанди фоги это логичный шаг виспов над домой неправильно что они здесь крутятся арча как самое слабое звено он хотел наверное просто слова взять на два лимита да у него не помещалась делает слов который подрезать позволяет подрезать виндов красиво мурлоков мурлоков сразу мурлоков да 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 ай тормозим мог спокойно крипит здесь мог и скелет получает так медленно войска вступили карта очень подходит для рейнджики вот пошел процесс тут и декой ты и особо не впишешься из-за того что но кого-то здесь кайлами двух синих больше убивать не такой большой урон не подставляю только котов а ей частично подрезает фогич отступает почему земля не пропала после в копке протектора искать земля кажется только от дерева от главного меняется кажется можете за точно перекопался второй вариант не гиппогриф самое интересное будет завтра и финал и суперфинал и шо матч с императором сейчас мы смотрим полуфинальный матч это фоги против террора ну и пока что у фогича все значительно лучше он видимо знал как будет противник играть максимально грамотно подстроился но виспов он так и не диспелит я не могу понять уже второй десяток пошел виспов которых сегодня фогич не задиспейлил хороший артефакт оранжики ради слота может быть стоило про про жрать свиток вот на эту на фоге должен был вроде как как-то среагировать войска вступили три лорницы резкий выход будет в может и в мг кстати и кажется мг этот лучше на город на поле хендов убивают убивают защитное сооружение убивают убивают неплохой хорас на мэйне войска вступили в бой смотрите какой минус соло рейнджер она быстро набрала 5 и сейчас скрипится просто потому что я предмет никуда положить экспо идет непонятно куда он не хотел видимо брать трое героя из-за того что лимит 50 типа supply блок точнее обкип пойдет судя по лорницам это все-таки мгс к вступили потому что медведи в общем-то можно из двух лор не сделать и там какой-нибудь саппорт здание сделать по древу ветров а вот чтобы маута джейнтов быстро дриады серьезно и ты т3 делаешь для этого как почему на город напали войска вступили друзья объясните пожалуйста вот с чем это связано как за как не на т3 типа может быть для бонуса по экспе и третьего грейды на атаку я не понимаю он сейчас будет на финдов на застройку лезть масса и дриад какие версии друзья напишите пожалуйста то что я не знаю как 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 так войска вступили в бой цвет на 2 за 1 наверно хотя все здоровые кроме парочки пошел свиток минус первый финт скелетов миллион сражаться без листров здесь очень сложно чарма пока не дист рыбы пожили размен пока идет равный но андет не был готов к этой атаке вообще и в результате у нас минус все околиты нам на экспандер и 70 лимит эльфийского мяса войска вступили которые давят тем не менее блин реально т3 ма с дриадом вы издеваетесь фогич нет у него была такая ситуация что ему нужно было просто реализовать лимит он в общем то может сделать все что угодно из боевого дриада в этом плане самый наверное универсальный вариант но войска вступили почему почему так поздно например почему именно т3 с фогича на руках больше косаря делает апгрейды он кстати не делает т3 он даже у нее даже не 22 грядки то есть и 3 он сделал не для чего просто не для чего арбы у героя нет нэй че блессинг пошел деревьями застраивать был ее моё да ты да сейчас пойдут а вы захватывает калита он многое сможет рассказать себе ну чарм пошли протекторы смешать шедом но он не пропускает просто рабочих на экспант время работает на фоге он победил какая дичь войска вступили в бой о дестройеры за чармил финдах эти нам дестройеры вылетают свиток не тут просто 40 лимит на 77 небольшое преимущество есть у фогичи лимит у него менее качественные но тем не менее хобби ход дк своего финда если здесь не отбивается террор то ткг даже если отобьется здесь тяжелой ситуации за протекторов дк пятый я сначала подумал что фоги сейчас будет ли чашатать под пятым декой какой-то койл очень странный был но лича там минус 200 хитов всего лишь было и вот он третьим койлом на части просто разрывает т3 для чакру мы не актуально войска вступили в бой не актуальным атака протекторов эльфы вообще такие наглецы они реально могут делать все что угодно то есть вот стадию одну про поставил от вы не дал поставить нычку потом сделать спанты все дальше идет издевательство чистой воды столько возможностей для унижения т3 дриады и застройка протекторами потому что могу который для грейдит наверное мы так тоже подумали но чё-то нычи блэйсинг сделала а даже вторую броню не сделал не говоря уже о третьей атаке но это минус тп но я бы вышел на самом деле даже после телепорта ну а смысл какой вот что это такое вот как это сносить на базе разруха биты дк войска 100 никто ничего не хочет делать руки опускаются идет ансамон околита не передали что на базе делать нечего и он умирает кем-то 100 не пожаловаться никому удобно сэлфогич спокойно сейчас пыль физки поставить тут экспис об него леса хватило две химерницы ну понятно давай его и в хвост и в гриву поехал поиска вступили в бой попытка на халяву поставить базу парахи мер не застраивается 3 тигрык на атаку все-таки доделается бедный надо да его очень жалко он конечно сам виноват что без разведочки против человека пошел ставить x то есть он не видел там какой герой чё по баракам и все равно лепил x гася вырули в глаз попал кучу счет 00 скаферы первая игра полуфинала террор соника погич шейка убили в четверть финалах и вот встретились перфик по поводу оверлайф теперь специалист счет да привет классный вопрос я не забуду какой-то в резко вступили в бой хочется второго героя взять правда крепить нечего как бы забросил кб на паузе я в любом случае не просто сейчас феникс поинт и челленджи и русбрейн и задолоран террор поляк бедный лечу рыбками себе 4 хочет получить получает ну напрашивайте здесь база вот он бис просто у нее леса не хватало надо было их и мер делать и и ничку ставится а тут подстройка через труповозки вообще великолепная игра террор хочет сделать лимит там 70 и дать бой позам но фогич кажется что-то знает я козы как закинуть на челленджи но это на оверлей ха 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 а наверху в чатике ты можешь мне внедрить оверлей и там есть это только по карте кажется можно спасибо большое да надо надо оверлей войска вступили в бой запилить вот радость это будет пацанов дождались труповозкам не сказали что химеры готовы поэтому они бодренько так подползают вперед ричард говорит старый добрый варка в вечер удался там еще феникс поинт после варико я надеюсь буду живой и поиграю феникс поинт там челлендж уже 80 к плюс из к этому 75 так ну что пора пора выходить в лимит 100 кого-то потерял стафанул паука конечно паука база отменил 70 ой 94 лимита на 59 и лимит который у эльфа он качественный хороший лимит все полетели увидел химер сразу назад ха 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 таки о нет анда это просто по-человечески панды доски жалко это ушастая ушастая тварь раз нет подождите надо как-то помягче пытается сейчас грамотный момент террор хочет забежать экспант по-быстрому убить но сто лимита господи схемерами сто лимита он и на мэйн полететь может сколько химер 4 5 и тактически медведь друид медведь который говорит это будет еще плюс 25 процентов скорость атаки тампел мы сегодня феникс пойнт успели 4 часа поиграть с утра это полдесятого старта нули там такой там такой ты все пропустил Есть телепорт вообще у нас? А, зачем телепорт нам? Ну и пойдем и дадим этому ужасному бой на его же базе. Стоп, а как же наша? Ах, стратегия наша не это самое. Этот момент... Не рассчитали. Так, есть проблема в том, что медведь умрет от сплэша. Что химерам... Ой, фоги-фоги, ну е-мое. Не сделал он сидж урон. Дерево все равно у нас почапало в нужном направлении. Что делать террору? Акалит есть с собой? Акалита с собой нет. Ну тогда плохие новости. База террора развалится быстрее, чем база фоги, чем... Химеры все-таки молодцы. Тригрейд на атаку. Еще сейчас рейнджерка пойдет вытаскивать финдов наших. Войска вступили в бой. Утащила финдитца. Гэгэ. Невероятно длинная для игры, которая должна была закончиться где-то на седьмой минуте, получилась игра. Но во многом стоит благодарить фогича с Т3-дриадами. Смотрим дальше. Сейчас мы быстро подъем. Пропеллер пишет. Я впервые за уйму лет узнаю, что от сплэша Виверн умирают свои. Вот такой из меня варкрафтер. Ему Вурдаман пишет. Что же будет, если ты узнаешь, что этих юнитов называют химеры? Вот такой вот у нас чатик добрый, хороший. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрей Галлия говорит Привет, Миша. Спасибо за очередной уютный вечер с WarCraft 3. Спасибо за стримы Феникса. Долго сомневался, но таки решил взять ее. Хорошо. Хорошего вечера. Осторожней с сырыми пельменями. Уже поздно. Нефанти, привет. Обязательно передам. Последний остался. Субтитры создавал DimaTorzok Борт, нет времени. Нет времени. Вообще, Фоги сыграл надежно, можно так сказать. Возможно, чересчур. Но главный победил, в конце концов. Правильно ведь? Чего мы ворчим? Те сырые едят, фарш тоже едят, так что все. Ну, не совсем. Ты должен быть уверен в том, что это домашнее. Это домашнее. Так что там нормальное мясо. Но это тоже не совсем правильно. Желудок такому не обрадуется. Но выбора нет. То есть, есть, но надо вас бросать минут на десять. А куда же я без вас? Поехали. Зум кам, там какой-то дичь пишет дичь. Поехали. Болеем за Фогича. Да, синевичок, ты прав. Демон Хантер первым героем. Маленькие зерги будут тебя. А может быть, уже и есть, кстати. Если бы я точно знал, я бы даже имена бы раздал. Если Макер это делает, то они не стоят. Не значит, что войска вступили в бой Все, к игре, друзья, к игре, к игре Чатик меня настолько приковывает к себе, что я не смотрю, что происходит Тут, конечно, самое начало И ничего мы с вами не пропустили Извините, агрессивного не было ничего у террора Он гулькой не побежал Фогич крепится Самый главный вопрос, который возникает Будет ли добивать Барак специально, чтобы не накосячить Перестал даже атаковать разбойника Хотя там оставалось жизни довольно много Старается Барак не накосячить Старается Есть, и справился Лишь в 9 часов за конфликтером, ты еще живой? Да не, не 9, что 8 часов 43 минуты на данный момент Вечер только начинается У нас с вами сегодня будут понарастающие интересные игры по варикам А потом Если я не засну Войска вступили в бой Неагрессивный террор Это такой Можно сказать, вежливый даже Извините, можно к вам? Террорист Соколик все еще с нами Говорит, лол Варкафтеры Больше 24 сидели Но это не рационально Нет, играть в варкафтер рационально Это никто не спорит, я думаю Но то, что 24 часа Это, конечно, ква Концентрация никакая Войска вступили в бой Может, как Сара и Добрыч На финале Ryzen Star Cup И это как раз Back to Work За 150 баксов, да? Турнир там у них Сегодня Они как раз Хотели попереносить Русбрейн Потому что хотели то и то постримить Ой, футболит наших виспов Дима харасит на мэйне у Андеда Андед харасит на мэйне у Эльфа Дима в результате ничего Виспы вроде главным образом тоже живые Дима немножко подмороженный Телепортируется на базу Да, это он Нет, у меня Феникс Пойнт И она Очень интересна мне Эта игрушка Ох! Неожиданно Возможно, кстати, из-за когтей То есть ты Иногда прикидываешь что-то на глаз Вырабатываешь определенную привычку Типа успею, не успею Но по-хорошему надо учитывать еще и артефакты героя В частности, тут и сапоги, что второй удар был раньше И когтин, которые 12 хитов на двух ударов отыграли Не, Кидман, я не буду дальше капы сегодня стримить У нас еще завтра продолжение РБ И сегодня Пара полуфиналов, как минимум Нага вторым героем Агрессивное продолжение От Фогича Вообще плевал он на забегание гулей Просто отрезает одно, отрезает вторую Он еще арчу спас эту красную Вот это унижение Это арча не уйдет, конечно Но 4 гули на одну арчу 4, может даже 5 Ладно, 2 арчи, скорее всего Да, просто лиф В такие моменты очень сильно бьют по морали У тебя там, не знаю, 3 скелета, 6 гулей, ДК У противника 4 арчи, 2 героя И ты в них забегаешь То есть это принцип Андейда Он должен выбрать в место Время сражения И вот прям просто забегать А эльфийская армия стоит И вообще никуда не торопится Она просто берет И начинает фокусировать гульку за гулькой Это 2-0 И это 2-0 Но уже на такой плюс морали дикой Неплохо Сколько стоит лунный колодец Подсказали сразу Причем 2 ответа и 2 правильных 180 на 40 Молодцы Не, чатик на ГГ, конечно Причем большинство-то вообще молчит Ну потому что Чего уже? Все понятно Взрослые сидят Слушают, смотрят Улыбаются, смеются Но даже те, кто пишут Создают приятную атмосферу Фоги чемпион Блин, револьвер Эх Все молчают, потому что Твою боятся Да, да, да Вардан говорит Я тебе 10 плюс лет смотрю Так-то молча Хорош Ну видишь, разговариваешь Периодически Настоящий, значит Третья игра Иногда хочется В серии Оставить Оставить какую-то игру Ну есть такая психология Да, что типа Вот все Закрыли этот вопрос Давай заново Типа с чистого листа Но Чаще всего Такое О, нейтральный герой Опять рейнджика будет играть Скорее всего Или панду возьмет первую Эльфы могут тебе позволить Разную дичь Бегать в ставерны Да, серендей Это норма Мы знаем об этом баге И его исправим в ближайшее время Хотел сказать, что Как правило После такого Не собираются То есть Я бою 5 0-2 И ты рейдж квитнул Из второй игры И вот сейчас Как зайдет Сейчас как потащу Вряд ли Скорее всего Он просто уже Был, видимо, еще Измотан В первой игре Когда Митвеганы Встретили Отчаянное сопротивление Химер Вот Конечно Кто-то Сидит Сигналит Среди апсов Потом спрашивает Почему только Стримеров пускает Ну что Стример Понятно Кто Понятно Что Дурачиться Он не будет Из Ну только Раз или два Ну или Три или четыре Если ты револьвер Вот Остальные Как-то Имиджем Стараются Дорожить Моя Вступили В бой Дэвид Варкаф Три Забест Видимо Это он Был Сигнальный Давид Бестмастер Барсук Грок Барсук Двери Не лут Кстати На МКЛ Мы показывали Новые смайлики Которые выйдут Вот-вот-вот-вот Под рефордж На Кудгейме Анимированные Посвященные Варкрафту И там Бестмастер Один из главных героев Были жаркие споры У нас в офисе Какую Делать Подпись Все-таки Звери не лгут Или двери не лут Но остановились На классическом Варианте Потому что Новички Могут не понять Господи Бестмастер Такое впечатление Что Фоги Готов вообще Любой фигней Тащить Не Бестмастер Долгое время Бла-бла-бла Основной герой Ольфов Бла-бла-бла Особенно Когда вышел У него было Плюс 2 армора У него было Больше хп Свиньи были Жестче Кажется Что-то еще Солнце светило Ярче В общем Его там В паре патчей После выхода ТФТ Еще резали И резали И при всем При этом Он Некоторое время Оставался Основным героем В Мэтчапе Против Андейда Ну вспомните Муна Например Вот Бестмастер Панда Поехали Но сейчас Время Другое Уже Сколько Можно Вульки Прибежали К нам На базу Вульки Едят Наши Лунные Колодцы Разоряют Нашу Рощу Эльфи Бедных Маска Соби где наши виспы играет на т2 фогич нет вот да фогич вы видели он спас виспа зато он спас виспа пропил из мануэла обреченного так уфаги будут проблемы минус 2 мануэла Что у вас тут просто картина масла? Это как? Это как? Ладно Ситуация была очень опасная Ты два доделался, да Сапплай блок Мунвелла не хватает После того, как доделается Мунвелл Нужно сразу Виспа заказать И второй Мунвелл заказать Мунвелл не заказать, потому что сетка на Виспе Но он очень хочет, поверьте Что сразу базу? Ну, Фогич Ну, Соколик, ну Да Мунвелл у него, оказывается, строился в тот момент на мейне Виспа вот он заказал на 30 А лучше второго, потому что одного Виспамы сейчас отдали На экспант Проверяет Да, Соколик, ну так Просто ощущение было такое же Я решил нормально заменить Да стараюсь Ну давай, ну чего ты Не ори на меня, да? Пошла первая лорница Виспмастер со вторыми свиньями Хороший ДПС Френзи Крепится отлично Где оверлай для стрима, не профи, что ли? Хошк Здравствуй А ты не, это самое, не играл на РБ Потому что Почему ты не играл на РБ? Сейчас бы хоть посмотрели Тебя Ты сидишь, скучаешь Явно Жалеешь Голду готовился, что ли? Френзи скажешь, как Бладласт? Ну, кажется, он называется просто не Бладласт, а Френзи Я понимаю, что эффект у него как от Ласта Но называется он Френзи Мне кажется, по ходке он тоже через Е А не на Б Или на Р Р, кажется, Р Опять в тупую начинает просто Фогич с Нагой тут Убивать Гулей Но теряет Теряет, в отличие от прошлого раза А, у него бист четвертый Там же магический урон еще Ну, понятно все Гарги с одной стороны типа контрят Хавка Но А, свиньи-то они не контрят Так и живем Зигурат важно убить до того, как он достроится Даже не до грейдится, а просто достроится Потому что фортификует Нага доживает последние минуты Секунды своей Войска вступили в бой Бист Нага ждем фаерлорда Да не, скорее всего, они на пару будут На пару там Т2, Т3 Может даже не Т3 Как раз вот сейчас нужно подпушить дрядками Потому что Главное, чего хочет террор Это экспанда И немножко покоя А, кабанчики всех гарг шатали Классно, я не контролил этот момент Ой, свинья, смотрите, контролер Войска вступили в бой Мне кажется, что Фоги опять понадает немножко виспов На гаргах В прошлый раз в игре против Другого андеда, неважно кого Шейка, конечно же Господи, он Это 13-й где-то висп уже В общем, он их просто не диспелит Серьезно Сколько, интересно, она убьет виспов Ооо, среагировали Не факт, что это поможет Нет, все, кабан Кабан готов прикрыть Виспа Там с десяток виспов он отдал Просто на гаргах Урли Спасибо большое Спасибо большое Свинка на третьем уровне вообще психованная будет Она со сплэшем будет бить Мало то, что дамаг будет персинговый Где-то 40 с небольшим средним Так еще и по всем Протектор Ну не стреляй по Ой, ну да контроль Ну Вот, нанеслась Все, оставляешь одну свинью И спокойно все Контролируешь Фогичу не хватает леса Он сейчас опять закажет этих виспов своих несчастных Стандартные проблемы у него Ничего нового Но зато он по игре Действует более-менее правильно То есть он Понимает намерения врага И Их пресекает Войска вступили в бой Вряд Куда надо подконтроливать Фогич Ну надо подконтроливать Как же им вертят просто Ну нафиг Что это за игра Мы в свое время лучше против гарк играли Ну серьезно Либо они разучились все Ты издеваешься Да иди к черту Ну как Виспы Диспэл Ну хватит уже отдаваться Ёпар СТ Я не знаю У меня просто Я терпел 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 Насколько можно терпеть Там уже второй десяток виспов пошел Второй десяток Ну диспэль ты их Ты андета кормишь А потом Ты как Откуда пятый дк у нас Ну серьезно Это же классика вообще Так Так играли На протяжении длительного времени Ну 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 Где заранее достройка виспов Где правильный протектор Где хайт виспов по всей карте Где 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 Это все Где Шредер В конце концов Сейчас Шредера возьмет Из лимита Выйдет Нарчу самостоятельно Убила Чтобы соплай блока Не было В смысле Чтобы Это лапки по нему Вот он Протектор Тайминговый Против пачки Гарг Протектор Отменил Здесь вот Протектор Буду поставить И все Пять елок Твои Проблема в том Когда гарги Залетают Издалека И стреляют Типа Ты Не успеваешь Нормально Пострелять Протектор Именно Поэтому Вот на таких Кусочках Обычно Ставят Если есть возможность Рядом построить Протекторы То Чтобы Надо было Пролететь К Здесь Такого места Я что-то не нахожу Разве что Здесь Но Надо Крепить Короче Крепит Сейчас Красную Точку Я Я Хотел К этому Старался К этому Легко Относиться Но Не дисплей И дисплей Но Он же Блин Он же Продолжает Не дисплей Раз Два Три Десять Пятнадцать Двадцать Он Продолжает Он задиспейлил Парочку Веспов За все Это Время Телепорт Правильное Абсолютное Решение Потому Что Там Не за Что Было Сражаться И Герой Битый Протектор Не готовый Писать Лимит На 70 Фоги Все Рано Должны Побеждать Все Рано Должны Побеждать Но Это Неуверенная Победа Такое Количество Просто Обидно Войска Вступили В бой Как же Хочется Шедрит Его Подрезать Да Гарги Очень Хочется Кабан 39 45 600 ХП Фрэнди И этот И сплэш Еще По всем Бах У вас Эксфанд Горит Извините Войска Обступили В бой Ладно Соколик А что ты Квалификация Не прошел Шатнул бы Я сидел Смотрел Болел Болел Да там Один Обсидянку Отдал На Недоконтролил Другой Никак Отгар Отбиться Не может Такие Уже Деньги Вложены Шахт Сейчас Еще Отдадим Не сразу Но Возможно Войска Вступили В бой Прикольно Он разделил Часть Гарг Продолжает Атаковать С козами Так как-то Не очень Хорошо Да Штурмовать Андедовскую Минус Шахта Здравствуйте И долгое время Не будет Работать Лич И без Телепорта Он идет Лечения Нет Что Серьезно Персонал Оооо Фишечки 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 Чине Акалит Фокус Полечу Ай Лечи Леча Лечи Леча Леча Не может Вылечить Налетают Гарги Налетают Мисс Мастер Никак Вылечиться Не может Ой Там без тебя Плохо Слушай Поехали Ооо Приходит Бист На Пошли Поехали Свиньи Свитки Нужны Деке У ДК Нет Свитков ДК Получает Шестой Уже Шестой Шестой Коооо Ой 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 Господи Как Такое Можно Давать Та Трэнди Трэнди Дец Трэнди Дец Шестой ДК Шестой Мега Маленькая Карта Даже еще Нейтралая Есть на карте Шестой Левел ДК Шестой На На Козах И На Виспах Был Выращен Это ДК На Натуральных Продуктах Мясо Святой Дух Ауру ДП Вот Кстати Мне кажется Что он Да Нет Ауру Взял Все Так Я подумал Что Пакт Может Как раз Против Дряд Хорошо Зарешать Ну То есть Фокус 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 Прожал Кнопку Победил Фоги Берет числом Нычка Там Нычка Тут Давай Только Сейчас До меня Дошло Что Фоги Пришел На базу Кандеду Когда Вот У него Был Такой Бист Есть Мега Полезный Герой В этом Сражении Был Он Пришел Когда Он Сражался Никого Не Убивали Потом Он Пошел На базу Подождал Стелепортировался Опять Никого Не Убили И Потом Унес Всех Остальных На базу Ай Шахта Жалко Подрывники Подрывники Не Ну Фоги Тут Демонстрирует Алтарь Мейн Или Зигурат Там Три Зигурат Такие Сладенькие Есть Алтарь Мейн Ну Прави Ай Ай Минус Акалит И Минус Мейн Ой Саплай Блок Какой Небудь Все Рано Ну Мейн Хочется Убить Конечно Акалита Сделает А как мы Без Акалита Сделаем Сделаем Еще Акалита Все А где Телепорт А где Телепорт Став Телепорт Став Телепорт Персонал Телепорт 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 Хорош Красавчик Красавчик Шикарный Акалит Некрополь Здоровый Зеленый Построит На костях Давай 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 И тут Опять Эльфис Ушастая Ушастые Твари Опять Мирным Акалитом Простым Работягам Мешают Стал Одного Абома Который Не справится С деревом Опять Убили А если У нас Еще Акалит Что За Наркоманские Катки Что Это Минус Экспис Мы даже Не заморачивались Чинить Пробовали Не получается Ну и Пойдет Сейчас Невидимый Сокол Кстати Соколик Еще разок Привет Бестмастер Шестой С ящерицами Безумными Это Все Это Уже Не Остановить Процесс Вообще Террор Сгорит Помните Как Была Проходила Первая Игра И как Вторая И сейчас Еще Три Ноль Будет Без Сражений С разводами По Базам Он Очень Расстроится Фуки Чубы На самом Деле Сейчас Не держать По два Косаря На руках Ну Это Так Желательно Желательно Потому что Единственное Как может Выиграть Враг Это Прийти И дать Хоть Какое То Сражение Пошел Выходить Из Лимита Чем Естественно Рядами Войска Вступили В бой У нас Т2 Ставит Базу Испобы Еще Сюда Молодец Как это Контроливает Кабанов Как царь Минус ТП О Став Ашемида Красиво Как ни крути Все Козы Тайными Тропами На Андейдовскую Базу Андейд Только на Эксп Тут Сразу О Открывается Противнику Террор Здравствуйте Здравствуйте То есть Мы без Акалитов Понимает Фогич Сидим Два Косаря У него На руках Ну как Ну почему Ты не Строишься Почему Ты не Строишься Фоги Ну закажи Пожалуйста У тебя 100 лимита Уже Фактически Есть В деньгах Он Подрывниками Убивает Загураты Да Ну Может быть Он специально Это делает Чтобы Просто Выбесить Террора Может быть Он ему денег Должен Или просто Ну хочет Чтобы он Страдал По каким-то Причинам Да На самом деле Если есть Какие-то Личные Темы То лучше Его Убить Просто По Классическим Правилам Варкрафта Проигрывает Тот Кто Лишается Зданий Все Четненько Тут Небольшое Количество Протекторов И Аов То есть Фоги Против Террора Да По-вашему Он Терроризирует Террора Бедный Террор Я бы Сгорел Еще Пока Не Это Самое Не Конец Держись Держись Два Протектора Гарги Не Это Самое Ой Типа Мы Не Можем Нам Нужна Помощь Андеды Не Могут Андедовские Герои Не Могут Сбазовать На Город Напали Вообще Можно Сделать Этот Т3 Химеры Ну Унижать Так Унижать Чего Да Против Гарг Да Да Как в Первой Игре Максимально Нелогично Но зато Очень Обидно Дрядки Сейчас Потыкают Копьями В Алтарь Который Все Никак Догореть Не Может Ох Пятый Лич Два Став Вообще Плевать Так На Мэйне Осталось Приличное Количество Войск Свинья Одна Свинья Всех Гарг Отправила Войска Вступили Домой И наступает Нет Четы Фоги Он Какой-то Ненормальный Я бы Сделал Химер Реально Тыкнул бы Сейчас Т3 Вот здесь Тык Тык И пошел бы В реально Сильных Юнитов Здоровые Пятилимитные Двуглавые Летают Сказка Мечта А тут Нашли все-таки Сорочку Да Друзья Интересная игра Но вот это Достали Достали Майнеры Мы достали Сорочку Хоть кто-то Делом Занят Так А в это Время На базе У Андеда Опять Фоги Который Не дает Выйти Как только Гарги Вылетели На базе На базе Начинается Ну сносит Сносит Магазин Сносит Зигурат Сносит Шахту Фэлла Прикупить Да Кстати Но почему-то Фоги не делает Грейт На Т3 Минус Шахта Остается Четыре Здания Фоги без Телепорт Этому Может Аукнуться Войска Вступили В бой Как бы Как бы Добить Последнее Здание Козами Долго Герои Долго Не живут Мунвелла Отстраивает Фоги Он Фуфа Врубает У него Уже 90 лимита Он Достраивает Четыре Мунвелла Потому что Герои Не успевают Вылечиваться Отряды К сожалению Как выяснилось Не лечат Идет Атака Террора Фоги Зря дает Конечно Здесь Бой Ну потому что Террор Может просто Выйти И мы Не сможем Элиминейт По По зданию Блин У нас Точно Ливнет Ай Ты Ну не дали Поджечь Поляка Ну Ооо Ооо Опасны Шутки Хорошо Что Это не Сокол Сказал Ладно Фогич уверенно Обыгрывает 3-0 Просто Изи Справляется Ооо Вот Террор Горит Смотрите Конечно Что там Сейчас Сейчас Дождите ГГС пишет Фоги ГГС пишет Террор Сейчас будет Лазера играть Давайте посмотрим Какие у нас Еще матчи Сегодня Потому что В Виннерах Вроде как Мы уже Все Отыграли Там Плиз С Джонни Кейджем Скорее всего Еще Играет Сейчас Проверю Вдруг Обновили Счет Не Плиз Тоже Плиз В финале Старичок Плиз Друзья Если вы не знаете Кто такой Плиз Почитайте Интервью На главной Странице Он Долгое время Играл на очень хорошем уровне Совсем недавно Вернулся У него Взрослый Жена Ребенок Все И поигрывает Я так и не прочитал Правда Вьюху Но Вот Нормужик И вот он В финале Росбранкапа Хорош Сокол Говорит Я катал его недавно Причем я читаю Комментарий Я катал его недавно Думаю Сейчас пошучу Про мамку Ну потому что Я никнейма не видел Просто вижу сообщение Окном перекрылся Перекрылся чат Потом открываю Там сокол Блин Думаю Нет С матушкой знаком Не буду катать Не буду Не поймет Так Значит Фоги выиграл 3-0 Да Кэша Немец Спирал Катнул Не Финал Супрафинал Завтра Сейчас посмотрю Сейчас спрашиваю Демона Насколько я понимаю Плис Фоги Точно играют Завтра Сегодня доиграют Лозера Ну кажется Вот эти вот Два матча Джонни Кейдж Соник О там Да Флэш с Тамой Собирается Тоже Вернуться к стримам Привет Привет Амыч А Сегодня фоги Сплизм А до финала Виннер Включительно Хорошо О Хорошо Сегодня до топ 3 Короче говоря Два эльфа Финальной магии Ну Кэш не играл За орков Он предпочел Все таки По балансу Сыграть за рандом И Что то у него Не пошло Играл бы за орков Был бы в финале Там Плис тоже спрашивает Финал Видно уро Сегодня или завтра Сегодня Сообщаем Странное ощущение Два эльфа Выясняют Кого же убьет Император Скорее всего Я не утверждаю Что так будет Но Интересный формат Не факт Кстати что Именно они Доберутся до аудиенции С хэппичем Потому что Это дабл эллиминейшн И Есть возможность У любого человека Кто сейчас Еще жив на турнире То есть Присутствует Где угодно Там в лазерах Еще добраться И показать И показать Кто есть Кто Сформированный Сформированный Дабл эллиминейшн Играют 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 Определяют Кто из них Молодец Делят призовой фонд И после этого Специальный шум матч С главным боссом Варкрафта Хэппи Хэппи С ним надо будет Сыграть Победителю Завтра Ориентировочно В 8 часов вечера Вот Поэтому Такая вот Такие вот Интересные турниры Позволяют проводить Замечательная Турнирная система К геймам Шутили Шутили А где хэппи А где хэппи А хэппи С победителем Вот пожалуйста Мы так тоже можем Почему шоу матч Б5 А не Б7 Потому что Аудиенции Они обычно Ограничены по времени Не стоит забирать Слишком много Теперь я знаю Как выглядит босс Варкрафт 3 Он псих По ликвипедии Финал виннеров Завтра Ха-ха-ха Ну извините Тогда все Ну раз По ликвипедии То конечно Не будем играть Расходимся Ребят Нет так нет Придется Придется Суде Главное Написать Что Говорят На ликвипедии Финал Только завтра Пацаны 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 предлагают Нет Не поймет Еще сарказм Реально Отменят Так Расписание Расписание Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Только один из сильнейших эльфов Не азиатских Не диспелит десяток виспов от Гарк И такой я дэмэдж получаю Все, на ликвипедии Да, смотрел Фоги Террой Такой, типа, как Фоги попал на голд Мне, ребята, в чате инвайт Не, ну до этого он Он на голде, да Но там у украинцев было поменьше Кажется, он немножко подсдал Все-таки сложная штука эти отношения, да? Когда они были с Пухом вместе Ну, когда Пух был его тренером Может быть, совпадение Может, нет Фоги тащил Лавлетка там Да, я помню, Лавлетка там Нет, Фоги молодец Но он очень нестабильный Почему эльфы совсем перестали брать ДХ первым героем? Что с ним сделали? Ну, его подрезали, но не сильно И сегодня ДХ тоже возвращался И к нему никаких вопросов нет СК говорит Привет, здесь РБК, а там Бэк-то-ворк Турик по рефоргит Посоветуй, что смотреть Во-первых, можно смотреть то и то Тем более, что на каждом из турниров, как вы видите, есть паузы Если ты являешься счастливым обладателем, как по крайней мере двух мониторов Я думаю, что у большинства все-таки есть там Вторые Моники где-то То можно То можно и туда, и туда смотреть А сейчас они вместе Пух вроде помогает Фогичу Кажется, нет Одну Агилу сняли из ДХ, это дает минус 3% ДПС Три процента Три процента А там Агила кратная трём Там броня у Димки случаем не понизилась Кажется, то ли у Блэйда, кажется, минус армор Да? Через сколько next match? Да я не знаю, это зависит от того, как они договорятся, пощеркают Подпольные клички Дима 3% Да Не помню фамилию, кто же у нас там в правительстве Известен был Пропуском всего За известные проценты Кто-то из высоких Броня не изменилась У ДХ, ДПС Не совсем 3, но около того Понятно А, у Блэйда не понизилась А у ДХ армор понизился До 4 Касьянов Да Да-да-да Фоги ливнул куда-то А, он прочитал Вики, наверное, и ливнул ТТ Сейчас попробуем вызвонить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Из-за плохого перевода Ты не жмешь ремонт на своих отсеках Никто в часике не говорит об этом Да, с переводом есть проблемы А-а-а-а-а Надо регулярно ремонтировать Что? хотя странно ну ладно неважно так давайте зайдем пока во вторую игру там террор с кем-то играет террор 2 заходим фогич поспешил куда-то свалить увы трубку не берет понятно ладно смотрим пока нижнюю часть сетки девушки пошел тишаться чего тишаться-то он финале миша когда выйдет рифош на турнирах про игроков будет возможность играть старой графики дамы да там же будет опция в игре меня настораживает что до выхода осталось не больше недели до запланированного выхода а там до сих пор столько проблем девушки скажут что проиграл это класс это отличная тактика манипулирование прекрасно обожаю мистикс хорош после одной имбы терроры подсовывают террору подсовывают вторую и не в сенси поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает то шок срочно в номер фашизм вернулся в лице владельца крупнейшего игрового портала россии который разочарован тем что поляк не сгорел вы меня неправильно поняли но было же видно что фор закопаюсь закопаю себя сам как ай-яй-яй-яй-яй поехали форсир первым героем интересно что это будет как вы думаете поистову рен грамотно выманивает финдом почти я только сказал грамотно афин не успел паучков своих новых пустить ну куда ты маленький на чего ты ну войска вступили в бой сколько слышно строли в чате я как не пони не повернусь не прочитаю сразу сразу улыбаюсь венец благородства по поехали друзья всем еще раз добрый вечер прошу прощения за возможный уровень высокий неадекватный неадекватных комментариев потому что трансляция уже идет как выяснилось девять часов 33 минуты вступили в бой постепенно завершается вторая часть сегодняшнего стрима впереди еще третье естественно это продолжение феникс поинт отличной игры да завтра финал венеров подтвердили в общем ясно ой сразу x26 лимита ставим базу это паурачи войска вступили в бой какая халява фаги взял просто ливну после полуфинала быстро причем и минус телефон неплохо чуть не сорвался чуть не сказал пабджи нет я не могу сорваться кстати на этой неделе мы дважды уже пабджи вместо одного запланированного раза он мусора пошел выносить так не дожди поляк же здесь играет еще он же не слишком плоско едем дальше но долго он выносит так же как так же как с андетом тоже играл долго а второй герой тоурен бестиарии войска вступили в бой ну все классический расклад надо каким-то макаром нычку защитить хотят иллюзии виндов много он просто врывается террор не бьет базу потому что есть один битый грант но когда грантсер отступил каким-то чудом на трех хитах пришли через атаку от милиночку не сработало почему-то темы это да вторые волки да грызут войска вступили в бой даже жертвы есть но базы то нет ай подставляет гранта не доконтраливает орк не доконтраливает попытки нельзя оставлять все это не не та стратегия которая ну не получилось не получилось играем дальше что у фс и есть проблемы в войте таврен поможет но камень маны класс то что нужно выпадает таврену таврену войска вступили в бой зелень уязвимость выпадает и чё тоже приятный артефакт и И Spiral выходит в Headhunter постепенно. Причем на Т2. То есть это не берсеркеры, а именно Headhunter. При том, что ему костяные колокольчики до этого выпали. Но план есть план. И отказываться от него он не хочет. Торин продолжает крепиться. У Террора время уже не поджимает, потому что он... Ну, знаешь, что-то трехминутное там окошко есть, пока новая база у Орка строится. Вот, поэтому он спокойно отошел, подкрепился. От Хараса Форсивера вообще без каких-либо проблем отбился. И... Кажется, просто сейчас будет атака тайминговая на экспант. Который пока что... Орк не готов. Да, у него есть Тауриен. Да, он может топнуть. Посмотрим, как расконтролит. Сейчас будет инвул на Коэл. Лжезамах может. О-о-о, телепорт даже. А, телепорт, потому что его бы догнали. Е-е-е. Весело и вкусно. Через пять минут... Я вернусь. Только очень жди. Какой-то отчаянный форсир. Я не знаю, он... Есть бутылка жизни у здорового Тауриена. Он красным форсиром впереди армии бежит, такой... Замазывается. О, привет, Керыч. Тебе посылку уже досла, кстати, или нет? Кружка там как? А вдруг... А вдруг не дошла, я заспойлерил, что там будет кружка. Ладно, там будет кружка. Вылетает Дестроер. Диспол. О-о-о, Тауриен бежит вперед. О-о-о, какой стом. Да, доктор Инван. Ладно, я постараюсь постримить еще часиков пять сегодня. Какой стом шикарный. Дестроер не может улететь на последних хитах. Нет, Тауриен делает всю, всю игру. Леча, леча, лечи, леча. Окружай, леча. А, уличай, инвул. Нет, окружать его последнее дело. И камень маны прожирает. Уже, казалось бы, Тауриен все, отстрелялся. Но нет, минус финт. Минус еще один финт. Чайник. Сейчас маны на последний стомб. Какая грязь. Я понимаю, почему у нас сайт 18+. Уничтожает. Уничтожает полностью. Армию Undead. Остается один день, Дестроер, два героя. Good items. Да, что есть, то есть. The ones. You need it. Ну да, без вампиризма тут вообще никак. Согласен. На город напали. И без ГГТР выходит. Не, поляк что-то сегодня вообще. Он... Ну, его можно понять. Когда тебя Фоги 3.0 катает по... Очень увлекательно. Тремя разными способами. Причем. Когда ты там... Ой. Давайте зайду в какую-нибудь другую игру. И после этого отойду ненадолго. Быстро затачиваю Big Mac. Или что там принесли. Фух. Игрок League of Legends. И он Емин стримил свою любимую игру 72 часа подряд. Он не скажет, что это его любимая игра. Я уверен, после такой трансляции особенно. Не, весь день сегодня задался. Не, не, не. Так, ну да, это минус террора. В лазерах-то до двух побед, насколько я помню, не играют. То есть террор... Подождите, почему террора опять все еще русский флаг? Так, это финал перенесли на завтра. Джонни Кейдж соником сейчас играет. Или сыграли. Да, финал виноверов завтра. Я просто не хочу отходить. Вдруг сейчас начнется в ближайшее время игра. Не, я отойду быстро. Скоро вернусь, ребят, не скучаюсь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 поэтому хорош нет что подлагивает она дропы фреймов почему то есть то есть звук идет а это нет к сожалению давайте смотреть без комментариев соника 2 альфа финале все понятно имба ничего не сделать только император может добавить внести свою лепту быть и все споры многочисленные у кого-то там не проперла раса кому-то там предметы не те выпали кто-то просто император плит синевика макер с ним поздоровался горит на хим но он не простой синевик что это человек который финале рбк по между прочим войска вступил нормально вообще козла против альянса играть то есть нас насколько это игру погромче ты музыку выключил когда к санику переключался я выключил и музыку и звук вот так двумя ходками все и ничего не было а потом вернул только звука музыки нет грамотно виспа отваживает вынужден диспелить соник и побежали крепится точнее хорасит с козлом выпадает сферка тайминг понятен козел 2 прибегаем энты прикопка поехали ой тролли надо было попробовать конечно добрать сначала ай-яй-яй-яй-яй то есть один собранный тролль и минус 2 уровень правда он на энтах может по при таком контроле поддаться безусловно отваживает отманивают отманивают хотя отваживает вроде есть то же слово есть уваживает от хотя нет отваживает другом значении есть отважный но уважил отманивает войска вступили в бой я заговариваю что хочешь 10 часов трансляции 10 хорошо добил фото своего плохо до контроля он рабочего на майне маны маловато какие тут могут быть адекватный комментарий я подбегает козел на базу я думаю почему он скелетов не вызывает вот что вы хотите а отваживает все таки есть отваживает отгоняет отпугивает спасибо еще токсик тут с хантрессами два барака дачу тянуть правильно если уж двумя бараками не законтрить эту этот дисбаланс то никак не закон вступили в бой телепорт который нам особо не нужен пуши правильно ведь но смысле волыни код который не успел выстрелить ну все sonic сейчас соберется силами блин первый козел первый козел два барака в теории работает должно да ну как бы диспала нет и простого дисплей нет бой до сложного не доживем особенно если вот так вот терять рабочих на ровном месте то есть уходить еще куда-то крепится против дуба раков то да то это проблемы виспы еще должны быть сам есть виспы все по классике я думаю что sonic я думаю что sonic выиграет поэтому поэтому я хочу включить все таки его дать шанс еще разом добавил вот он контролю среди как лев контролит виспо взял готовится дисплей вот это контроль раз оп 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 хорошо еще да есть два виспо контролем их оп 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 кота вот оп 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 мак пустой ополченцы пришли левого элемент элементалы нужно контролить арча стреляет по мэйну экспанду дисплее без того пустой и пустой ай козла 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 выскочила вот козел какой шустрый вы видели не вызывай пока третьего нет мой молодец не вызвал пока третьего нет красавчик 3 есть сейчас вызываем берем энтов вызываем хорош хогош телепорт делает архмак это шанс убить вышки а он сюда же делать телефон еще лучше еще это вызовет а там к д а не заметил представляет одну вышку вызываем так на уни контролирует вышку страны и плохо неплохо неплохо беги да 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 есть и плохо сейчас он еще что говорил хорош ради этого по собственной ей подключался марал акон сказал или мурлок я скорее мурлок подписывайтесь на стримы соника там первых очень много так как то у нас остался то кто у нас на сегодня остался странно что атом обновили тоже матч sonic и спирал или спайрал спайрал а как по-немецки вот у нас есть немец русскоговорящий немного русско говорящий немец как правильно прочитать вот этого вот товарища спайрал спайрал как и на английском короче я думал будет будет шпираль вот так вот чёрт его знает последний матч последний матч на сегодня шпирали шпайхераль что что простите мы через две минуты пройдем десятичасовую отметку трансляции а где хэппи я не знаю где конкретно сейчас все плохо говорит миша семь лет в тюрьме отсидел неплохой вас там connect учитывая то что ты с форума гага не вылезал хэппи в москве а ты уверен что хэппи в москве а потом выяснится что он отъехал из москвы и ай плей орк sonic go go хэппи в москве и черкает да сейчас говорит что хэппи стримит турнир под названием рай старков мы изначально ориентировались на то что одновременно будет вот этот турнир и решили что хэппич и почему нельзя его пропускать и в общем сразу финаловым сразу финал и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Соник тоже играет на том турике Про Соника мы не знали А если бы и знали Кто имеет первую выбору выбора? Ты, говорит Соник Только ты Найс Найс Или Нисей Как по-немецки найс Мне кажется, что он не хватает Сокола Для комментирования Соколик, есть ли у тебя желание Посмотреть, как Хороший, то есть нормальный Немецкий орк играет Гоу-дискорд Сейчас, подожди, зайди сначала в игру В игру я переключу там звуковую Соник Соник Главное, блин, чтобы после этого Не пошли в PUBG играть Я помню, как это заканчивается Я опять Соник через Си пишу Не, нормально Просто не создали А, стоп Я могу не переключать Я могу Так, погодите Он ищет карту Да Соколик, вот здесь я переключаюсь Соколик, вот здесь я переключаюсь Отлично Так, потом дискорд Халло Какой ты громкий Алло 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 Ой, как Я кликаюсь прям Йо Хей Ну, слушай Как думаешь Ты бы Смог дойти Хотя бы До второго тура Этого турнира Нет, ты там сказал Челлендж Можешь, давай Я дойду Что давать? Ну, я Если Задаться желанием То можно Да Ну и время Хотелось в Warcraft Поиграть 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 Подольше Типа Не так Полняй Все Ну, я думаю, что все равно у тебя шансов было мало Ты видел, как Фогич играл? Я горел так же, как и ты Но нет Против Фогича у меня бы не было со мной шансов Во-первых Эльф А, вот так Ты расист Ты расист Из меня расиста сделала Слушай, а как Алин Ему он этого Фогича съест просто Чем ты хуже? Так, давай переконнектимся сейчас Да, тебя очень ужасно слышно А так Давай в другой В PUBG 1 зайдем в канал Только не в PUBG Робовой дикий Может этот, скайп? Давай скайп А, подожди, блин У меня же скайп Я себе новый скайп сделал Я наконец-то не волен скайп Напиши мне, пожалуйста На ГГ в личку Твой скайп Я тебя добавлю Нет На самом деле На стриме все нормально Так что, если ты выдержишь Просто я буду меньше говорить А ты больше говори Поехал, комментируй Я себя как-то чувствую Несильно Комфортно, когда Робовой с Мишей Со мной разговаривает Но при этом Играет Димон Хантер Против плейтмастера Уже не стандарт Потому что играют Элитер в последнее время Кипера То есть Маленький-маленький шанс Есть у Спирали Спайрала Посмотрим Плиз, привет Молодец Поздравляю тебя Что прошел Хорошая раса Выбрал Не, и хорошо Отыграл, конечно Мне чат сказал Что если люди Выигрывают Против Любой расы То они молодцы Это меня научил чат Кроме Не, все Удивительно Угу Ну, видишь Хорошо, что тебя не было Там, а то бы не прошел Но я знаю Потому что последние 5 каток С нами Ты же знаешь Кто побеждал Так, Миш Ну, блин Меня бесит твой Робовой Напиши мне, пожалуйста В личку Твой скайп И я тебе добавлю Да, е-мое Друзья, ну Так мой скайп Майкер Нижнем подчеркнении Гугин.ру Окей Пацаны, не надо Пацаны, нет Не делайте этого Пожалуйста Я там все равно Не появляюсь На город на Бали Проверь скайп А то начнется сейчас Ой, как дела Что нового Не, никто не пишет Тебя нет Я тебе добавил, друзья Ну, все отлично Выходим с дискорда Созваниваемся Приня-ать Давай Алло Алло Вот, слушать, совершенно другое дело Ёпараса Ты не мог бы говорить потише? Ну, сделай меня потише Да е-е По игре только комментируй сейчас А то ведь Два профессионала пришли А-а-а У меня два дискорда Ладно, в общем, я в игре уже, да хватит, понеслась, да мне там звонят уже, что, а почему не в контактах же, какого хрена, Даниил КЗ, ёпрст, посмотреть профиль, Даниил КЗ, Дима уже почти третьего уровня, пацаны, Дима пытается нарезать, получить третий уровень, этого у него не получается, плейтмассер бежит за битой артёй, но не успевает её убить, пытается убить вторую артёй. Арчерку, Дима блочит, как никогда не блочил, можно развернуться убить эту арчерку, которая сзади подходит, спираль очень-очень поздно реагирует, нету дасты, и всё, надо уходить, плейтмассер первый уровень, Дима почти третий, гг. Так, я попробую сейчас ДНД поставить, возможно, скайпси не беспокоит, очень. Красиво. Сейчас собьют ему ещё хил, не, не сбивает. Что за люди, а? Ненавижу их. Ой, всё, купил ботинки. Дима, не, ну у Соника всё прекрасно. А, ну у Соника-то да. Два носка красных, сапог красный, всё есть, почти третий Дима. Ой, он в Хантас Холл, это может быть ошибка. Войска вступили в бой. Или он хочет на этот базу строить. Он в талону, что ли, будет играть? Ну, с Димой в основном люди играют в талон. Ну, это уже ггшечка. Почему? Потому что он его, скорее всего, пойдёт застраивать. Видишь, он ни Троядок строит, ни Т3, ничего. Он сейчас купит Нагу посередине и пойдёт его застраивать. Пять Арчейд, два Троля. Ты нормально вообще? Мега, почти бк, да, вообще. Это почти даже нелегально. Ой, сейчас. Ну, спираль получит сейчас. Видишь, старик, как я его прочитал, Нага? А, а зачем у него Т3 для застройки, скажи? Всё, не, ну, в тот момент я думал, что это будет застройка. А-а-а, в тот момент. Извини, пожалуйста. Мана Бёрн кидается. Так. СХ, СХ, получает уже два Бёрна. До сих пор не коснуло ничего. Не хекс, что? Ну, сейчас можно было бы хексануть. Диму, кстати, у него было всего 180 хп. Ну, он получил два Бёрна и ничего с этим не сделал. Смотри, сейчас лорницы пойдут нам. А, уже пошли. Ну, да, сейчас лорницы. Ну, сейчас, да, конечно. Не застройка же, правильно? На Т3. Минусуется Магаз. Слушай, тебя эску в лады и застраивали, что ли, вот в такой схеме? Ну, пытались, да. Хорошая схема. Особенно в данной ситуации он бы, видите, победил. Ну, Блэйд первый, СХ второй. Он пришел, три гранта красных, у тебя пять арчерок, два тролля, третий дима. Фловый. Ну, что есть, то есть, да. Спиритлинг. О, читаешь, прям читаешь. Минус тролль сейчас будет. Не, не будет. Не успел. Ничего себе. Да ёпресе ты. Да. А вот если еще по контролю чуть-чуть, снарю Блэйддом, можно просто было бы побежать и убить. Хотя вот арчерку, которая снизу бежит параллельно к Наге. Ну, Нагу не убьешь. Потому что у нее... Ой, спираль потерял тролля своего. Сеточку на тролля. Соника кинул какой-то хаос здесь творится. У Блэйда сейчас будет. Он убьет сейчас на... Да, убьет. Ой, волкер. Можешь получить манаберн. Да. Получает. Ай-яй-яй-яй-яй. Арчерк. Это хаос. Это хаос, Миш. Минус дверки, скорее всего. Ну, и убьет еще одну. Две. За кого ты болеешь, слышишь? Сарин скажет, может потереть. Да какой у него же большой инвул? Он передал его. Что? Ярча умирает на последний секунду. Соник в своем репертуаре. Ну, сейчас же медведи будут. Правда, волкера норм против медведей. Хорошо. У Вольфа была хорошая армия. Он пришел что-то и растерялся. Это потому что орки сильные. У тебя плохо слышно. Алло. Алло. А, ты не говоришь ничего? Не, я просто в шоке. Миш, у тебя что-то с интернетом? Не знаю, конечно, что, но... Угу. Белгородский интернет подводит. Белгородский. Белгородский. Кстати, у вас там это... Многоэтажка жила, обрушилась. Ты в курсе, да? В Белгороде. Точно не моя, но я не слышал. Газ взорвался там. Валерий, НГ, да. Валерий, НГ, да. Валерий, вступили в бой. Угу. Даже у нас показывали по телевизору. Жуть, надо зачитать. Угу. Ой, почти 3-3 у Орка. Догоняет, догоняет. При этом Нага первая. А тут уже медведи. Но будет... Ой, 3 рейдера, это перебор. Да, они против кого? Против триядок максимум. Или талонов. Спираль-то не разведал. Чё там творится? А вот Соник всё разведывает. Ты посмотри. Пришёл Висп. Угу. Посмотрел такой. Блейд убежал. А какой девайс улутал? Какой девайс? А, ещё нет. Пендет оф Энерджи. Да ладно. Сарей, СХА мог бы атаковать Виспа. А Висп вот задетонейтил. Чай. Блейд прибежал. Арчерку бьёт. Можно моноберн схватить? Ну книжку плюс два силы, возьми. 50 хитов. На дороге не валяются. Так, ладно, нельзя бы. Сколько они за 50 хитов могут спасти жизнь, да? 50 хитов. 50. 4 перчатки. Блейд очень быстрый, но урон у него невысокий. Да, и он урон не выдерживает. То есть, ну, имбул 7 секунд, кд. А потом медведи его расщепляют. Я думаю, 3 венца благородия было бы намного лучше, чем 3 перчатки. Даже как короны королей. Ой, сейчас прибегает Дима. Кидает моноберн. Не кидает. Плохая позиция у орка. Гаранты там что-то сверху пытаются сделать, кидается. Эликсир маны. Вот это хорошо. Для орка. Ну а как рейдерами постреляться? У него какой второй, ну, этот, скид у эсхи? Ты же можешь к себе хекс скидать. Ну, не лечение, а второй какой-то. А, я понял, да. Ну да, хекс, конечно. Ну а че он его никогда не везает? Не знаю. Смотри, смотри, убиваешь триятку. Кидаешь, хекс на Диму. Да. Все, и Дима отдыхает. Очень битые рейдеры. Наконец-таки. Очень битые. Сейчас растеряет рейдеров. Минус два медведя, минус один рейдер, минус... Ой, второй живет в некоторое время. Почему он не хексует? Я этого не понимаю. Огромные ошибки со стороны спирали. Вот, хекс, наконец-то. Уже поздно, потому что там Висп подошел сейчас. Диспельнул, когда култан закончился. Ну все, Дима сейчас нарежет еще волкеров. Нет, не нарежет. Правого можно попробовать, но нет. Да, сейчас Сокола погромче сделал. То есть звуки из игры потише. Да он был громким, потом хоп, потише. Победа у Соника. Очень близко. Да, очень. Что у нас по грейдам? 0-0 против... Ну, 0-0, конечно же. А кому здесь грейд? Вышел. Ну, первый кодой, молодой. Не, ну, смотри, на мишек, грейд армора, очень шикарно. Да, но... Он разменивается постоянно, и лимит 50 у него, в первую очередь. Сейчас уже можно на излишки пас, за это самое, заказать. Дима сложно убиваться будет. Став, это не модно, моментально, да, покупать? Ну, за ним возвращаться надо, он не возвращался. Хороший Берн. Да, включается спирит и пытается... Одна есть рьядка для диспела Хекса. То есть, я не знаю, она у него на автокасте стоит или нет. Просто сделать кучу спирит линков. Если на автокасте, то потом Хекс. А у Тима нету маны, первый раз такое вижу. Пару свитков бы, телепорт взять. Ну, он продал свитков, свитки, сверя. У него 800 голды. У него только что было миллион. А куда он потратил? Он теперь взял. У него было 800, 800 было. Ну, инычка поставил. А-а-а, вот оно что. Да-а-а. Это кто-то в теории не видит. Контрят, но в некоторых раскладах не контрят. То есть маска твоя. Берешь кодовую, скрулл спид и телепорт. Все. Ты что, не знаешь об этой стратегии? Диспел можешь делать у нас. Это свиток зверя, например. Одна риада задолбается. Ну, возьми книжку. Опять ты про книжку сегодня. Там медведи умирают, а ты книжки читать. Книжка дает одну акилку Блэйду. Которую он так нуждается. Соник забыл. Спираль отходит. Есть мана на лечение. Китаец соседочка на Диму. Кадой скушал, молодец. 50 на 50, но он нычка. А вот здесь просто под шумок поставить внизу... Этот... Вармил. Эй, Вармил, блин. Магазин? Вармил, блин. Просто покрысить боку. В самом начале он увидел. Он без бетона. Просто поставил. Без бетона. Развалится. В самом начале, как только увидел, башня быстрее достроится. И она убивает этот мейн. Прежде чем она достроится, получит армор. Кстати, книга мертвых надо бы продать потом. Он, скорее всего, идет внизу. Через скриппинг продаст. Нагай. Не, не продаст. Дальше просто крепится и идет. Кстати, Миш, чтобы сигнал на карте убрать, есть функция... Да, и ты говорил в чатике. Слишком длинное слово. Тем более на немецком, я не хочу пытаться повторять его. По-английски. 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 А, он пошел быстрее. Поиска вступили в бой. Это тема. Он убивает дерево. Кадуэ, кстати, один еще голодный. Скоро спит, смотри, контрит сейчас будем медведей. Оп, как? Еще, еще, еще. Оп, съели, все. Минус мишка еще. Ну да, нормально. Ну, смотри, они полные. Минус, это кадуэ. И что, вкуснее? Не называй их жирными, да? Они полные. Полные, да. Тель, плюс айс. Не, ну у Соника все прекрасно, у него. 70 саплаев, нычка. Только минус 8 лимитр у него. Ой, он переводит виспов с дерева на вторую нычку. То есть у него сейчас еще будет меньше дерева. Да. Он не сможет достраивать. Да, и не достраивает виспов. Соник перевел виспов, шредер не купил. Да. Нет, он, он услышал, смотри, он подзаказал. Хорош. Next plan, да. Он увидел, что у него дерево нет? Ой, Blade with Pinvula плохо. О, what of the wind? Ой, бдва, есть. Есть, все, Блэддат плюс 2. Так. Красиво. Ну там дрядки, они все за контрят. И плюс есть виспы, халявные эльфийские. Подходим, диспелем, улыбаемся. Спиритволкеров, героев, циклонцы со своей семьи. 59 на 70. Войска вступили в бой. Но 8 лимит, еще не забывай, что минус. Переварится сейчас. Ну, на 70, 59 на 70. Ну, виндвок, нажми и получишь манопережек. Ой, виспы сейчас зайдут наикрасивейшие. Да, миндвок, пустой абсолютно цирка. Надо выкладывать ману, циклонить. Хотя, дородовато циклонить. Там антоглазит скорее всего будет, да? Ой, не выложил. Он просто пропил и не выложил. Ну, значит минус Blade. И это GG, Sonic, Победа, 1-0. И зявы. Бокеры, ну порв, выкусите медведей. У тебя только или медведи, или герои. Вкусить, почему-то вкусишь героев. Ну, что перекликнул, молодец. Слушай, а вон, вишка, конечно. Вот такую, наверное. Я до этого и сказал, что нехорошо контур, витведи. Ну. Хекс. Крабикс, диспелл. А, ИСХ, бежит за маной. Ой, опять выпил, не выложил. Что? Ну, как будто ты успеваешь. Ой, давай, смотри, как. Сорежал мишку, который. Его блочил. Я не. Я не деду. Не больно. Ну, вот надо. Ну, хотя, куда тебе трениться. Ты и в PUBG, ты не успеваешь трениться. И тебе еще работать с инженером. Покажу тебе, как надо играть в PUBG. Не, ну, может быть, я за это. Иду к тебе на стримчик под конец. Но, спасибо, конечно. Да ладно, смотри. Уже, Миш, уже 8 часов вечера у тебя. Правильно? У меня земля в опасности. Я не знаю, как я это челлендж закрывать буду. С Phoenix Point. Какой PUBG? Не, правильный. Правильно. Надо PUBG. Не играть сегодня. О, чувак, никнейм. Хвост собаки. В чатике на батлнете. Хорошо. Блин, прикольно. Я озвучил скайп и сразу заблочил тех людей, которые мне подобавляли. Это такой деф от... И главное, в будущем все. Уже не спишешься с ними, а мог бы, если бы было реально какое-то дело. Да ты, Анпел, не беспокойся. Соник, Соник, Соник. Будь папка. У тебя по собаке, это не мясной конь. Соник, заходи к Соник. Я уже давно внутри. Я уже давно в Сонике. Да. Не, не. Я не буду Мишу агитировать на PUBG, потому что пусть он в Phoenix Point поиграет. Даже если ты придешь, сейчас скажешь, вот после этой игры, ай, давай, в PUBG. Я скажу, нет, Миш. Поиграй. В Phoenix Point. Ну, проверь, просто проверь. Неплохо. Почти. Не проверишь, не узнаешь. А что ты там хомячишь, а? Лед из колы. Прохладно. Ну, действительно, прохладно. Кстати, я тебе... Не, я тебе... Мы же с тобой не говорили. Я сегодня, на этой неделе, нам присылают по почте, как называют, на Burger King, типа, ну, скидочный купон. Вот. Так. И я пришел на работу, как всегда, да? У меня мой бывший раб, он уже его подняли. Он теперь... Ну, остался моим рабом, но он уже выучился. Так. Ну, и мы сидим, я такой уже захожу, ну, утром, в 7 утра. Он уже сидит и такой весь, это, печальный такой сидит. Я говорю, ну, что случилось? Он говорит, я ничего не хочу сегодня делать. Ну, я такой, ну, давай, что им поделаем? Типа, там, напишем счета, там, посчитаем, туда-сюда организуем. Ну, окей, начали, работаем. Потом, общаюсь, как бы, 9. Я такой, блин, я тоже задолбался. Мне все надоело. Весь год вкалывали. Давай сегодня ничем не будем заниматься. Ну, то есть, если я ему говорю, что можно ничем не заниматься, то можно ничем не заниматься. Потому что он на моей ответственности, и я ему это, типа, даю, это, свободу чуть-чуть. Он, ну, окей. Потом, у меня сзади такая стена, железная, ну, на железную, как-то, на стену железная такая хрень. Это, типа, борд, такой, сайдборд или как-то назвать. Пинборд. Магнонитная доска была. И там я в свое время прикрепил вот эти купоны от Бергер Кинга. недавно, когда пришли по почте, я приехал на работу, прикрепил. И я так на них смотрю, они на меня смотрят. Я такой говорю, блин, Марк, смотри, Бергер Кинг, может, сгоняем сегодня на обед? Он такой, о, давай, Шимеда. Ну все, я такой, все, совещание, пошли. В комнату совещания. Беру эти купоны, беру его, начинаем обсуждать, что будем на обед хавать. Ну, там, там плюс, там минус, там все. За 2 евро, 2 бергера можно дополнительно купить. Одним столом выбрали по менюшке. Так. По мега жирной менюшке. Ну, это, кстати, очень долгая прохладная история. Давай будем комментировать игру. Да, давай. Кипер прибегает. У него, скорее всего, корни, кстати. Нет. Но история, она нереально длинная. Я, то есть, после этой игры могу рассказать. Или когда будет уже все понятно. Ой, ой, может... Ой, крантом, что-то не подблочил. Спиды же включил. Ух ты, ешь. О, ну, пионами под... Нет. Что? Он реально не хочет играть в Warcraft. О, еще выйти отсюда можно так. Уже не выйдет. Что? Ну, только не говорит. Ты так комментируешь, как будто играешь лучше него. Ну, просто для... Раньше я его учил, как играть в Warcraft. Кого его? Спираль. Кто это такой, расскажи. Немецкий про. Да, это немецкий про? Ну, устал он. Про я ему передал цептор. Но вижу то, что он что-то не... Ну, расскажи какой-нибудь инсайдик про него, ну. Не, он молодец. Он очень, кстати, корректный пацан, очень. Корректный? Да. То есть, в каком случае это проявилось, когда он провел себя максимально корректно. Не, ну мы с ним тусили на чемпионатах. Он давал мне советы, я ему давал советы. И все корректно прям. И он меня, это, респектирует, как Сокола. Как еще раз? Респектирует. Респект и уважуха. Понятно. Педали ему передал, говорит, Хавелайн, да. Так, ну что, рассказывать дальше историю, не? Да, тут все равно крипится, давай рассказывай, конечно. Ну вот, посидим. Так, друзья, если вы вдруг не знаете, что за нунейм пришел, это чемпион Германии по версии какого-то бородатого года. Человек, который не умеет играть в PUBG. Геннадий. Он же... Он же Генрих. А, подожди, у тебя фамилия еще такая была. Шинкхайзен, да? Правильно. Сокол. Соник закрепил крипов, но ним словом, вот. Не, давай, ладно, не буду рассказывать. Ну что вы взяли в Бергер Кинге? Да это еще до Бергер Кинга это не дошло. Ага. Ну ты дал свободу человеку, рабу. Мы сидим уже в комнате заседаний. Заседаем, сидим вдвоем. Обсуждаем. Обсуждайте купоны. Боискап тупили в бой. Да. И, ну, после долгих... Минут 15, да, искали, что взять. Потом сказали, окей, вот возьмем по такому меню. И к добавочной еще возьмем, там есть, типа... Ну, покупаешь один Бергер, тебе еще в добавок второй. То есть мы разделили все там. И всякие наггеты. Наконец-то, Фаерлорд появляется на наших глазах. Огонь моя стихия. Так. Ариэль, привет. Так. Ну, сейчас опять не расскажешь эту историю. Она очень хорошая, открывая. Ну, ну, давай скорее. Ну, потом же не будет PUBG, не расскажешь. Запись остановлю. Будут потом пацаны в сороковой части искать продолжение истории. Ну... О! Сейчас скорник... Не, не кидает. Кроме, Ивана. Кроме, скролл за бист. Сейчас зайдет очень хорошо. Да. Сори, пошли уже протекторы. Там не диспл, ничего. Ему вообще нельзя... Не может он никак контрить кипера с... А, это ГГ. И застройка сверху протектора. И минус СХ сейчас будет, если Соник захочет. Скроллов спид надо включать! Нету скроллов спид... О, в диспельнул. Ой-ой-ой. Можно потерять героя. Запи, ему козел не нужен. У СХ есть спиды. У СХ есть спиды. Он добегает. Хекс. Самое главное. Крит. Да. Ну зачем повернулся? Ты бы убежал от него. Он бы убежал от него. Да, Катя выходит. Катя может стащить. Блин, а ты побегал всей армией еще за этим козлом. Да ладно, еще отобьется ведь. Отобьется, да. Не надо лава спом фокусить. У нее сейчас пройдет хулдаун. Фокуси героя просто. Сделай даст. Хекс еще есть один. Ой, сейчас Ката выйдет. Все, Катя выходит. Все. Пуш провалился. Потом делаешь шаманов. Он, кстати, заказал шаманов. А если бы еще Грантов назад отсылать? Знаешь, ну конечно это мейнстрим отсылать юнитов назад. Но можно, в общем-то. Вторую Кату можно отказаться. Нет. По версии Соколика. Войска вступили в бой. Шаман вышел. Все. Минус протектор. А если еще пиона посадить? Да, молодец. Все. А чем лечиться будет эльф? Ну, в полную. Было окей. Так, ладно, пока отступает эльф. Кстати, можно хексануть. Если не блочить, блейддом из хуто. Можно хексануть, да. А Грантовым еще пат был учить, смотри как. Это ГГ. Ну, хекс. Да. Еще ману запусти. Запусти, пожалуйста. Оставляет его, окей. Войска вступили в бой. Так, ну вот. Пока что они крепятся, рассказывают дальше, да? Фланья, ты не прав. Куконы свеженькие, непросроченные. Мы исследовали. Ну все, мы уже нашли, что будем покупать. Все решили. Каждый аккуратненько. Знаешь, это такие ножики канцелярские, или как они называются, ну, которые в бюро есть, в офисе. Мы аккуратненько, они хоть продаблены, но мы аккуратненько вырезали, чтобы не рвать весь проспект. Какие ножки, какой проспект. Ну вот бумажки, вот эти купоны, они на А4 листах. А-а-а. И мы аккуратненько из них вырезали эти купоны, правильно? Ага. Войска вступили в бой. А, опять начинается битва. Да забей, что с купонами там? Нет, смеечки хорошо входят. Очень много хантресок. Дестроер, ну стрельни еще разочек, прежде чем ты умрешь. У шаманов мана есть, чтобы диспелить трендов, но он их не диспелит просто. Зачем? Он их так фокусит. А если хил еще кинуть на битых шаманов, а, он просто фокусит в фаерлорда. Ну, да, есть, минус фаерлорд. А у Соник гнил. Ой, минус СХ. А если хил кинуть на СХ? А если все равно умереть? У него 150 маны было, и кулдауна точно не был миш. Это 3-2-2. С купонами-то что? Да сейчас, ну, мне интересно по-настоящему. Мне тоже интересно. Я очень хочу сделать камбэки, поэтому я смотрю, как моя конкуренция играет, и с Ху и забегай. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Слишком много битых котов. Да. Надо лечить СХу. Нечем лечить. и лечиться нечем котами к ты а он пошел на гипер это справа за хилинг стопудово какие же коты не очень здесь а правда нычка ну ладно хорошо еще бы не трала зажали было бы классно но сейчас вылечит царика красиво по таймингу просвет у меня нету виндбока окружи о боже вот это да успеет а шиминда какая халява эти орки вообще без они достроятся нычка у соника готова надо отступать без шансов easy для эльфа и ночь наступает давай вы же sonic все таки валидоль все спирали надо отступать назад спайрл свиток выкупается чтобы так вот они на здесь битва мы одним словом я это ему сначала я сказал типа принеси этот нож он приносит мы аккуратно вырезаем эти купоны что там выбрали и сидим такие группы блин ну вдвоем в ламы ехать такая зави такого-то такого-то у нас это как ее блин совещание вызывая этого и этого но других пацанов и чтобы типа очень важно мы сидим там вдвоем в офисе он он позвал их приходит сначала один что случилось я на него так смотрю ну чё случилось вот цари садись купоны выбирай что будешь на обед кушать пацан такой а где это почему вырезанная те типы типа там хотел он знает эти какие купоны почти каждый там питается игра все это наша он окей сидит тоже с нами там опять обсуждаем а начинается битва плейд мастер убивает анух антреску кидается отличнейший красивейший лс лс кинь пожалуйста на кипера нет не кидает там бы был минус жесткий пока получается ну так но очка будет войска эти ты как бы во левую заметил второго еще как он ее к шикарно поставил что ее ов мочит просто агрессивный змея ой сейчас пойдет диспелл на всех шаманов блин ну зачем ты делаешь сначала одно потом другое ты видел как красиво он это с шаманами сделал сейчас да естественно это просто сделать когда на тебя просто виспы идут ну да но если бы он одним диспо ну ладно начинается битва скролл протекшен у кафе дэд но и лс хорошо может убивать но он вытягивает крантов вместе с своими шаманами хороший дпс они получают нельзя под змейками сражаться нельзя диспелл надо делать на к на пеньков ну тебя фулл мана ну наконец-то сделал диспелл хорошо отлично включается имбу на плейде 45 лимит на 50 блин орк затащит опять халявовый орк да тащит скорее всего на бешеном микро и отличном контроле делается диспелл даже вот лс у него во всех грантах все коцаны коцаны неужели руки побеждают слава тебе господи не спираль проигрывает и сверху умирает магаз плейд очень криво стоит можно конечно куда ты лезешь и 300 маны но он не юзает эту ману просто можно хил кинуть можно все сделать юниты красные вот наконец-то китайцы хилл соник сражается я не пойму я не знаю умирает умирает еще одна хантреско а плейдмастер без он может умереть и можно его кинуть ага вот так пытается вкусить кипера да кипер должен умереть кипер умирает кидается корни на плейда делается диспелл корней можно еще конечно же кинуть хилл а ты скину он не кидает можно еще диспельнуть пеньков они так уже они всю битву трали с пеньки вот сейчас по култауну умерли короче минус соник 1 1 и сейчас на красивом микро умирает фаерлор получает ревляп плейд и это 1 1 ну соник ну как так то а вот зачем соник дерется я не понимаю заказывает хорошо хорошая битва спираль молодец на контроле прям тиком победил имбу выходит один висплоу сейчас он по одному их выводит смотри как молодец плейд купил скролл филинг союзал и начинается опять кота убивания так отлично это гэш да и третья решающая игра друзья друзья соника все стабильно а или это 21 спирали с не несущая карта ритик я уже очень долго не тренировался последний мы более менее игры были в на новый год в прошлом году когда отпуск был я там довольно таки высоко поднялся на сейчас надо потренироваться не нужна не есть варкрафт играть сейчас игра соник да миш алло да я не в игре это же чего хотел сказать а ну история вызвали вот второй третий пришел то есть мой раб который мы с ним уже выбрали вызвали другого пацана он тоже выбрал ну и мы сидим такие группы надо еще кого-то брать с собой я не хочу сам ехать пусть меня везут burger king говорю вот вызывай этого на совещание нас уже трое но берется телефон так пожалуйста ну на совещание очень важно у чувака там клиенты он их быстренько от них избавляется говорит вот совещание подождите пожалуйста приходит что такое что случилось все садись выбирай что будешь кушать ну вот выбрали все нормально уже обед ты что полагаетом играет что ли я пытаюсь зайти в игру так вот уже у нас четверо ну и думаю думаем блин что еще делать вызываем 5 тоже вызвали он тоже самый выбрал все ништяк но потом так сидим блин в пятером одной машине ехать как-то в ламы ну зачем да ладно делимся на две машины я даю моему рабу ключи он меня везет то есть 12 часов обед и мы выехали без десяти двенадцать вдвоем а те я сказал ну дети потом в обеденное время то есть идите работаете и поехали вот приезжаем туда мы с моим пацаном становимся в очередь перед нами только одна парочка так вот мы приехали перед нами одна парочка в бюргакинг на кассе и с мы стоим и там чувак тормоз нереально жесткий нереально но вы это собирались вообще пятером отлично так на кассе я понимаю другое дело приехали наши пацаны на второй машине становится на вторую кассу где еще два человека в очереди до сих пор стоим все стоим он там ходит туда-сюда 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 что-то пытается обслужить пацанов которые перед нами парочка все обслуживает их параллельно с нами на кассу уже первые и но из подкрепы становится из наших точек сбора так на точке сбора ну и начинает обслуживать первый из этих обсудили я уже вижу то что перенул кассир тормоз и мы просто даю эти купоны чтобы он вел на кассе там на них даже номер стоит то есть в кассе вводишь просто номер этого купона и все изи он вводит один купон был 899 2 899 и 1 евро 99 то есть всего сумме 20 евро без трех центов изяду то есть как раз ровно двадцаточка нормально я я моему парню парню пацану говорю я заплачу потом с него десятка но чтобы удобнее было этот кассир вводит все на кассу 21 евро 50 и он по-немецки к сожалению не говорит толком и я могу какой страны подожди а почему не местный почему ты так не хочешь об этом говорить ну и как ты думаешь из какой он страны это не играет никакую роль с какой страны почему если он язык не знает ты сказал самая большая проблема получается важно узнать если он приехал ладно давай от по-другому я ему говорю а ты говорил что кстати приезжие не работают пожалуйста работой и очень хорошо работают очень хорошо да я я горю я ему по-немецки варум косты тэс айнудсвансих уэро функций тазолец но не сын ой разим на нанцикос он на меня смотрит такой что как наверно сейчас пацаны все из чатика я ему показываю на купоны на их не но тяксы конечно жуткие даже немцы не понимают я думаю да он не понимает и стоит типа руку тянет давай деньги я ему говорю нет не дам он подходит к своему босса что-то там говорит ему на своем на немецком да на своем шеф ему говорили ты сам разбирайся типа уходит я начинаю объяснять посмотри покажи купоны он показывает ему пальцем показываю сари номер типо там 95 97 96 так вводишь кассу и должно быть все нормально он говорит ой я уже так не могу потому что мне нужна карта чтобы сделать все назад ну да Убивается висп, я говорю, ну все, неси карту, в это время уже третий пацан с покрепой получает свой заказ, они идут уже за столик, вот, в это время спираль крепится и соник прибежал на харасс, там уже все достроится сейчас, минус рабочий конечно будет, ну вот, но я стою, знаешь, как упертый такой немец и жду пока он принесет эту карту, чтобы, ну, сделать этот, назад шторм, из-за трех евро ты начинаешь. Миш, как мне мой бывший шеф говорил, кто тебе даст просто так 3 евро, вот кто тебе даст просто так 3 евро. Ну пацаны в чатики могут закинуть, ну не просто так же. Войска вступили в бой. Не, ну они же за стрим. Какой там? Так, улыбнуться. Так. Ну ладно, давай дальше расскажу, ой, сейчас будет, будут корни скоро, да. Да не скоро, ты успеешь. Ну вот, не, Миш, я просто как, ну а почему я должен платить больше, если я должен платить меньше? У тебя даже голос сорвался на секунду. Да, и такой, да-да-да, продолжай, продолжай, согласен полностью с тобой. Мочи его. Пусть уезжает, если ему не нравится. Я стою. Вот. Ну, он пошел за этой карточкой. Карточка власти. Да. Позволяет делать отмену на кассе. Можно окружить. подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает просто так. Не заслужил минус. Изи. Не благодари. Спасибо большое. Вот. Ладно. Да, фаунтемплар, ты не 3 евро скинул. Зануда. Сейчас, купон ему покажи. Ладно. Где мы остановились? Да, он приходит с этой карточкой. Я стою уже горю, знаешь. И он при этом еще не подготовил ни одного бергера, ничего, потому что, ну, сначала же, типа, оплатить надо, чтобы там все пошло на производство. Он делает все по порядку правильно. Молодец. Да. Вот. пришлось с этой карточкой и начинает делать, ну, этот, cancel. Я. При этом, он вместо того, чтобы всю покупку cancel сделать, он вводит и каждый купон поодиночке делает cancel. И это длится очень долго. Я стою, ну, и жду. Все, он это сделал. Я уже горю, я клинжрать хочу. Те пацаны уже по бергеру съели, вторую уже начинают точить. Ну, я на него смотрю, уже такой взбешенный. Он, все, давайте, попробуем еще раз. Я ему говорю, вот эти цифры вводишь на кассу, у тебя вот эта сумма выходит, я на нее плачу, и все, изи. Он так делает, и по-настоящему выходит 19 евро 97 центов. Я рад. Неужели история закончится сейчас? У меня есть карточка на бонусные ящики. ПВЛ, подчеркиваю, мне побежал ваш канал на 100 рублей и сообщает, просто за стрим, без купона. Какой бестмастер, что происходит? Ой, кривджек важный. Ну, продолжай. Ой, не поднимет девайс. А почему не взял бест? Ну, Соник. Девайс очень решающий. Минус один гранд, минус второй гранд. Ну, все. Третий блейд будет скоро. Еще одни корни есть. Ой-ой-ой, на развороте. Змеек просто ставь, просто так ставь змеек по пяти. Не хочешь? Минус козел. Нет. А должен быть. А почему нет? Я не знаю. Ой, можно потерять и скучать, его окружат. Нет. Нет. Ой, там лягушка. О, лягуха, лягуха. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И гранд, и лягуха. Нет. Ну, подведи ее внизу. Господи, ну как так-то? Ну, ладно. Так что там? Ты заплатил 20 евро, поел бургеров и все довольны. Нет. Я... У меня карточка. А, ты еще... У тебя налички даже нет? Очки собирать. Нет. Там есть, это типа бонусные очки собирать. А, так ты еще... По-моему, у вас такое есть, пятерочки или как-то... Магазин называется карточки. Мы только этим и занимаемся, я помню, да. Да, ну, у Пуха точно есть. Мне рассказывал. По-моему, пятерочка называется. Там... Тебе на Америке у него был, там, на Венжере все. Угу, да. Ластики вот все вот эти вот... Собирают. А есть. Он шаманом сделал перч еще. Ну ладно. Можно и скупы терять. На Кимире. А зачем? Зачем ее юзать? Молодец. Стальные яйца. Так. Не рискованного цеха, нет? О, там хорошая история. Ладно, в Бергер Кимире, в бой. Мы в судействе приехали в гости к чуваку. Ни в таком районе большой толпой. Ага, пожать. Купили Роллтон. Заблудились. Мы не знали адрес такси к ближайшему дому. Где машина вон двух такси ездили за Роллтоном. Неплохо, да. Неплохо, да. А, так, у тебя-то что? Ну вот, я даю ему карточку. Потом Оля мне еще положила на всякий пожарный. Знаешь, есть такие купоны на эти очки бонусные, которые мультиплицируют эти очки бонусные. Ну, Оля, у тебя вообще... А он такой, я уже типа нажал на кнопочку, нельзя ничего делать. Блейда окружили. Блейда убью сверху. Не, он вроде убил. О, вот как, вот как? Ну, подставь снизу. Хорошо, убьет, убьет. Да, минус, парень. Молодец, еще минус шаман. Ну, хотя там порч будет. Да. Это больно. Ну, делай порч. Так, ну... Да. Может, в следующий раз ты расскажешь? Потому что игра уже заканчивается. Да. Не, ну, можно в PUBG потом. Но я тебе сказал, PUBG не будет. Ну, вот, одним словом, я ему говорю, надо, чтобы получить эти бонусные очки. А это, ну, вот даю ему купон на бонусные очки. Это ДТП. Он говорит, нельзя уже, типа, он нажал на кнопку, это, ну, оформить заказ, или как-то это называется. То есть нельзя, не получается окружение. Там, Соник уже став успел купить. Да. Факонор, да увидели и отмену, и диспл окружение. Ну, это такая банальщина. Я не знаю, почему ты там сидишь и это самое... Ахаешь. Ну, история-то чем закончилась в результате? А, ну, все. Я говорю, нет, я тогда не буду покупать, если ты мне не сделаешь эти бонусные очки. Ага. Сделай мне очки. Не, он... Вот это он очень быстро сделал, он там на какую-то кнопку поражал. Изи. У него была же карточка еще на руках. Все. Потом я заплатил... Визой. Ага. Оказывается, терминал у них только один на весь первый кинг был. Ему пришлось его нести опять от менеджера. Но я заплатил, и мы идем уже с подносом, уже все получил. И мы пока пришли с подносом, наши другие пацаны уже все съели и поехали обратно на работу. Это все? Да. Это вся история? Ну, почти все. Почти все. Ладно, рассказывай дальше. Мы приехали, потом приели. Потому что ядухантов почти третий уровень. Передать бы став. Ой, передать бы став. Передал став. Типа, да. Что-то он долго, на самом деле. Сейчас может кипера остались. Не наступай. Ну, кипера есть. От. ТП. Он сейчас до хекса доведет. Ой, Гранта еще по лицу. Молодец. Так, приехали. А у вас там стройка стоит, да? Из-за того, что 5 человек. Не, я пацанов уже это показал, что куда делать. Кстати, еще рабочие из самой стройки были тоже в этом Бергер Кинген, но это совершенно другая история. По мне так та же. Рассказывай. Войска вступили в бой. Да, один терминал. Они недавно построили его, и там это другая история с этим Бергер Кингем. Да, недавно я помню, это в том Бергер Кинге, в котором мы были. А, мы, кстати, в нем были, да, да. Где, ты продавца знаешь? Да. Да? Да, мы с Мишей же там были. Да, еее. Видишь сразу, какая история интересная. Позитивные воспоминания. Ну вот, приезжаем. Мы очень хорошо поели. То есть я съел два таких, как Ромиши Бергера. Войска вступили в бой. Ничего себе. Фертофан и шесть шариков этих сырных мы купили. Ну и поделили на два. По-три шарика. По-три получилось, точно. Да. Очень нереально вкусно. Поели, все. Объелись нереально. Я прям в шоке. Приезжаем в офис. Мой... Буду печный. Подопечный. Говорит, все, он ничего сегодня уже не хочет делать. Он очень хорошо попитался. Ой, минус блейд может быть. Да как? Почему Соник такой медленный? И нету еще. Нет, не убежит. Как не убежит? Нет, убежит. Он дрядко не побежал вперед. В бой. Приезжаем, он говорит, ничего не хочет делать. И у него стул такой ништячный. Это он сзади на кнопочку нажимает. И у него такое это, лежачее кресло делается. Я такой на него смотрю. Такой, ну нифигасе ты припух. Типа, ну, а ну вали с этого стула. Мне давай его, а сам на мой садись. То есть, представляешь, просто он нажимает сзади на кнопочку. И... Ну, сзади, рычаг такой. Соник, скорее всего, убила сейчас будет. Хотя позиция плохая. Ну, ладно. Продолжение этой истории потом. Арба есть у спирали. Смейки первого уровня. Значит, у него хил должен был пробыть. Прокачан, да. Кстати, у Соника плохая позиция. Масса медведей на таком узком промежутке. Проверяют оба экспанды, но играют один в один. И все об этом знают. Не, ну я-то не говорил, что история будет очень длинной. Так что... Ну, это подразумевалось изначально вообще. Ну, а, в основном, я его хотел спугнуть с его кресла, чтобы я сам на него селась и отдыхать. И он говорит, типа, это... Обнаглел уже такой. Говорит, это... Не дам. Я говорю, почему не дашь? Потому что он... А он такой говорит, да у тебя такое же кресло, как у меня. Вот сзади рычаг нажимай и ложись. И все. И я... И самое прикольное, вот в этот момент я такой, о, ништяк, нажимаю на этот рычаг, ложусь и говорю по-немецки, то, что пусть все меня, как это говорится, пошли все взад, типа, по-немецки. И заходит. И в этот момент заходит наш шеф, самый высший, в то время, когда я вот так это говорю и ложусь просто вот так на кресло. А ты это по-немецки сказал? Да. А как это? Sie können mich a la marschleiten. И он такой заходит. Не, дословный перевод лучше не говорить. Ну, пацаны сейчас напишут. Да. И вот так ложусь, я так говорю, шеф заходит такой. И я на него так злобно смотрю, такой, типа, чё? И он такой, да нет, я просто щита принес, чтобы вы проверили. Аккуратненько их так кладет и сливается с офиса. Ништяк, все. Отдыхаем. Вот на этом, на этой прокладе и заканчиваем прокладную историю. И как раз финальная битва, Таурен выходит Т3, на Т3, 1-1. У спираля нету грейдов, а у сваника есть. Так перевели. Серьезно. Что перевели? Так переводится. Где? А, да, правильно перевели, кстати, да. Вампиризм выпал. Артефакт, который может определить. Ой, там Таурен с Пулливерайзом. Таурен. Один Таурен, двух медведей стоит. А почему он не сделал армор? А там ещё Блатласт с Тауреном. Ушими, да. Два Тауриена. Три Таурена. Поиска вступили в бой. Орк, алё. Ой-ой-ой, можно сейчас ему зайти в зад, смотри, как он раз... На город пропал. Ой-ой-ой, ну убей этого Мурлока без хп, шаманом, один раз. Ой, ну змейка хоть молодец, авто... Авто... Авто перевкусила. Бах, Пулливерайз. Всё Блатласт включается, диск помало. Блатласт. Красиво, бля. С Томпом почему? Ну хоть одного медведя с Томпом. Спираль до того жёсткий, что крепит смерть ещё до конца. Я давно не видел таких сражений в этом начале. Сзади походит здесь. Таурен падает. Нет. А где с Томпой царский, ну? Ну вот сейчас, Томп. Алё. Всё уже. Хил, пускай. Вы скидки за 90 маны накопились. Пускай хил. С Томп. С Томп. Только когда прикопали. Хил. Медведи проели всё. Ну, ГГ. Соник поддерживает уверенную победу. Да. Я в шоке, если честно. ГГ. ГГ. Спасибо, Соколик, за компанию. Я сейчас переключу звук и пойду землю спасать. То есть ты идёшь в Фёникспойнт играть? Правильно делаешь? Ну, конечно. Конечно. Про бургеры очень интересная история. Спасибо тебе. Я знаю. Давай, пока. Пока. Звони, не пиши, не забывай. Да, да. Пока, чатик. Заходите. На Миши на стрим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok